К 1986 году Китай занимал второе место в мире по объему добычи угля и четвертое по выплавке стали. Между 1978 и 1986 годами ВВП КНР увеличивался на 10 с лишним процентов в год, тогда как объем промышленного производства в стоимостном выражении за тот же период времени удвоился. Доход на душу населения в сельской местности без малого утроился и к 1988 году, судя по некоторым оценкам, средняя крестьянская семья располагала на счетах в сберегательном банке средствами, приближающимися к полугодовому доходу. В своей новой политической линии китайские коммунисты совершенно определенно связали модернизацию с государственной мощью, тем самым отразив давние чаяния реформаторов Китая времен движения 4 мая и даже их предшественников. Политический вес Китая на международной арене уже ощущался в 1950-х годах. Теперь он стал проявляться совсем в ином ключе. Пробный подход к установлению приличных отношений с Вашингтоном в Пекине предпринимали еще до начала реформ Дэн Сяопина, а теперь отношения с США превратились в неотъемлемую составную часть планов развития КНР. Официальное признание КНР администрации США пришлось на 1979 год. При заключении китайско-американского договора власти США пошли на радикальную уступку, пообещав вывести свои войска с Тайваня и разорвать официальные дипломатические отношения с гомендановским правительством этого острова. Дэн Сяопину хватило такта, однако, чтобы не упираться по поводу продолжения американского вмешательства в дела Тайбэя в остальных сферах, включая продажу оружия. Модернизация Китая представляла для него намного большую важность, чем возвращение Тайваня в состав Китая. В 1984 году китайцы с британцами согласовали условия возвращения Гонконга, срок аренды которого истекал в 1997 году. Дело касалось статуса некоторых его территорий. Позже пришло время соглашения с португальцами о возвращении Пекину Макао. Позорным пятном на общем фоне признания достойного положения Китая стало то, что среди его соседей врагом оставался Вьетнам, отношения Китая с которым в свое время ухудшились до состояния открытой войны, когда две этих страны выступали соперниками за контроль над Камбоджей. Зато часть народа на Тайване удалось убедить в том, что возвращение их острова в состав Китайской Народной Республики, когда до этого придет время, никак не скажется на его экономической системе. Точно такие же заверения китайцы дали по судьбе Гонконга, подобно учреждению специальных производственных и торговых анклавов на материке, где создавались все условия для развития внешней торговли, такими заявлениями новые правители Китая подчеркивали важность придаваемую торговле как каналу модернизации. К 1985 году вся восточная и юго-восточная Азия представляла собой торговую зону невиданного потенциала. Внутри ее новые центры промышленной и торговой деятельности в 1980-х годах развивались настолько быстро, как будто ее обитатели пытались оправдать представление о том, что прежнее глобальное равновесие экономической мощи уже исчезло. Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур все вместе приобрели вид стран с развитой экономикой. Малайзия, Таиланд и Индонезия к 1990 году выглядели так, будто стремительно движутся к присоединению к этой группе государств, названных в свое время азиатскими тиграми. Их достижения укладывались в русло общей тенденции экономического развития Восточной Азии в целом, и Япония числилась неотъемлемым участником в созидании азиатского чуда. Стремительность, с какой японцы наравне с китайцами возвратили своей стране ее прежний статус крупной державы и пошли дальше, сыграла свою роль в определении места Японии в расстановке сил в Азии и мире в целом. В 1959 году объем японского экспорта товаров вернулся на довоенный уровень. К 1970 году японцы располагали вторым по величине ВВП в капиталистическом мире. Они обновили индустриальную основу своей страны и с большим успехом освоили новые для себя области промышленного производства. Первое судно, предназначенное для заморского покупателя, японские корабелы спустили на воду в 1951 году. Спустя 20 лет Япония располагала крупнейшей в мире судостроительной промышленностью. Одновременно Япония заняла ведущие позиции в производстве потребительских товаров, таких как радиоэлектроника и автомобили, которых японцы изготавливали больше, чем во всех остальных странах, кроме США. Американцы стали завидовать японцам, и чем это не высшее признание успеха, в 1979 году удалось достичь соглашения на изготовление японских автомобилей в Англии, с чего и началось проникновение японских товаров на рынок ЕС. Образно говоря, на дебетовой стороне счета следует отметить стремительный прирост народонаселения и многочисленное свидетельство того, насколько дорого обходилось экономическое процветание, когда уничтожалась природная среда японских островов, менялась до неузнаваемости прежняя городская жизнь. Японии, тем не менее, долгое время сопутствовали благоприятные обстоятельства. Война во Вьетнаме, как и на Корейском полуострове, пошла японцам на пользу, как и навязанный американцами на протяжении всех лет оккупации акцент на капиталовложение, а не на потребление. Люди привыкли пользоваться благоприятными обстоятельствами в своих интересах, и тут решающую роль сыграли японские национальные традиции. Руководству послевоенной Японии удалось мобилизовать свой народ с ущемленным чувством национального достоинства на решительные совместные действия, ведь японцев всегда отличали большая сплоченность и сознательное подчинение личных интересов цели нации, родившие и на этот раз японское чудо. Как ни странно, японская самость выстояла в условиях наступившей демократии. Похоже, что еще слишком рано судить, насколько глубоко демократические атрибуты укоренились в японском обществе. После 1951 года в нем как-то сразу возникло единодушие по поводу однопартийной системы управления страной, хотя раздражение этим фактом незамедлительно себя обнаружило в появлении альтернативных группировок одновременно правого и левого толка. Неловкость, причем все более острая, возникла из-за того, что происходило с традиционными ценностями и атрибутами. Издержки стремительного экономического роста в Японии выражались не только в безудержном росте городов и загрязнении природной среды, но к тому же и в социальных проблемах, вызывавших деформацию японских обычаев. Крупнейшие фирмы успешно функционировали в атмосфере групповой преданности делу, поддерживаемой благодаря традиционным отношениям и заведенным порядкам. Однако на других уровнях, даже на уровне японской семьи, ощущалось напряжение. Экономический прогресс помог изменить контекст внешней политики Японии, проводники которой в 1960-х годах отказались от примитивности предыдущего десятилетия. Экономическая мощь обеспечила японской иене мировое хождение и потребовала вовлечения Японии в западную валютную дипломатию. В Тихоокеанском бассейне она превратилась в главного потребителя сырья, добываемого в заморских странах. На Ближнем Востоке ее ценили как крупного покупателя нефти. В Европе кое-кого беспокоили японские инвестиции, хотя совокупная их доля выглядела весьма скромной, в то время как импорт промышленных товаров из Японии угрожал европейским производителям убытками. Даже снабжение японцев продовольствием вызвало проблемы в международном масштабе. В 1960-х годах 90% потребностей населения Японии в белке удовлетворялись за счет рыбного промысла, и поэтому возникли опасения того, что японцы истощают рыбные запасы важной акватории. Все упомянутые выше и прочие факты вызвали изменение атмосферы и содержания международных отношений, свою роль сыграло поведение стальных держав, особенно в Тихоокеанской зоне. Япония в 1960-х годах все активнее обретала экономическое господство над остальными Тихоокеанскими странами, мало чем отличающееся от господства Германии в Центральной и Восточной Европе до 1914 года. По мере того, как Япония превращалась в крупнейшего на планете импортера сырья, Новая Зеландия и Австралия с их системами хозяйствования и доходами оказывались во все большей зависимости от японского рынка. Из обеих этих стран на японские острова поступало мясо, а из Австралии еще и минеральные ресурсы, прежде всего уголь и железная руда. На Азиатском материке власти Советского Союза и Южной Кореи жаловались на японский рыбный промысел. Они добавляют интриги в наше повествование о застарелых проблемах. Корея, к тому же, служила вторым по величине рынком сбыта японских товаров после США, и после 1951 года японцы снова начинали вкладывать свой капитал в эту страну. Японские инвестиции послужили поводом для возрождения традиционного недоверия между двумя народами. Недобрым предвестником все восприняли указание на то, что южнокорейский национализм принял антияпонский уклон, когда президент Южной Кореи в 1959 году призвал своих соотечественников к сплочению не против своего северного соседа, а против Японии. Последующие 20 лет японские производители автомобилей с большим подозрением наблюдали за энергичным соперником, ими же самими злелеенным. Как на Тайване, в Южной Корее промышленный рост основывался на технических внедрениях, позаимствованных в числе прочего у Японии. Все-таки при всей зависимости Японии от ввозимых из-за рубежа энергоносителей в период невероятного роста стоимости нефти в 1970-х годах хозяйственная система этой страны испытала настоящий шок, но экономический прогресс в Японии продолжался, как ни в чем не бывало. Экспорт США в 1971 году в стоимостном выражении оценивался на уровне 6 миллиардов долларов. К 1984 году общий его объем увеличился в 10 раз. К концу 1980-х годов Япония по размеру ВВП числилась второй в мире экономической державой. Когда японские промышленники занялись передовыми информационными технологиями и биотехнологиями и заговорили о сокращении производства автомобилей, никакой речи об утрате ими способности к упорядоченной самоадаптации идти не могло. Увеличение мощи подразумевало расширение обязанностей. Американский диктат для японцев со всей логичностью закончился в 1972 году, когда состав Японии вернули остров Окинава, одна из первых заморских вотчин, возвращенная в распоряжение Токио, с сохранением на нем в неизменном виде огромной американской военной базы. Остались вопросы с Курильскими островами, оказавшимися в руках СССР и занятым китайским националистами Тайванем, на который претендовали опять же китайские, но коммунисты. Японские претензии к утраченным островам по-прежнему предъявляются, хотя и весьма учтиво. На остров Сахалин японцы пока что не замахиваются, но в любой удобный момент готовы о нем вспомнить. Момент для пересмотра итогов Второй мировой войны вроде бы созрел, и кое-кто мог бы прислушаться к предложениям, если не об изменении, то хотя бы об обсуждении спорных для Токио вопросов в связи с крупными изменениями, возникшими в азиатской внешнеполитической арене после китайского и японского возрождения. В условиях советско-китайского разлада у Японии появилась больше свободы для маневра как в сторону бывшего покровителя в лице США, так и в сторону СССР с КНР. Конфуз от сближения с американцами можно было себе представить хотя бы потому, как глубоко они увязли в своей военной авантюре во Вьетнаме, а в Японии по этому поводу активизировалась политическая оппозиция. Свобода действий японцев ограничивалась тем соображением, что три великие державы региона к 1970 году располагали ядерным оружием, а ведь в мире одни только японцы испытали на себе действия этого оружия, причем мало кто сомневался в способности ученых Японии произвести такое оружие в течение относительно короткого времени, если в этом возникнет большая необходимость. В общем и целом японцы достигли такого положения, что могли развиваться в любых направлениях. В 1978 году в Токио побывал заместитель председателя Китайской Народной Республики. Япония бесспорно снова обрела статус мировой державы. Если проверкой такого статуса считать унаследованное оказание решающего влияния, будь то экономического, военного или политического, за пределами собственной географической территории той или иной страны, тогда Индия к 1980 годам статусом мировой державы все еще не обладала. Для второй половины 20 века это выглядело большой неожиданностью. Независимость Индии досталась с многочисленными преимуществами, отсутствовавшими у остальных прежних подвластных Европе территорий, а также у Японии после поражения в войне. В 1947 году индийцам по наследству от митрополии достался налаженный механизм государственного управления, вымуштрованные и надежные вооруженные силы, прекрасно образованный цвет общества и благополучно развивающиеся университеты. Около 70 таких учреждений. Они пользовались большой благосклонностью и доброжелательностью на международной арене, война пощадила вполне развитую материально-техническую базу экономики, а тут еще в скором времени появились все возможности для использования в собственных интересах раскола холодной войны. Но к тому же народу Индии достались наследство нищета, полуголодное существование и тяжелые проблемы общего здравоохранения. Впрочем, положение китайского народа выглядело ненамного благополучнее. К концу столетия разница между ними бросалась в глаза. Улицы китайских городов заполнились добротно одетым и упитанным народом, в то время как в городах Индии все еще встречались ужасающие примеры нищеты и болезней. Такое сравнение облегчает пессимистичный выбор при оценке слабых показателей развития Индии во всех областях жизни. При этом следует отметить секторы, где наблюдался значительный и производящий положительное впечатление рост. На такого рода достижения омрачаются тем фактом, что по экономическому развитию Индия отставала от остальных государств Азии, и оно едва поспевало за приростом народонаселения. Большинство индийцев по-прежнему влачило такое же нищенское существование, как те, кто когда-то радовался обретению государственной независимости в 1947 году. Можно с полным основанием утверждать, что сохранение единства народа Индии вообще было уже огромным достижением с учетом многонационального характера ее государства и потенциального действия центробежных сил в нем. Так или иначе, сохранился демократический порядок избирательной системы, пусть даже не совсем равноправной, и мирная смена правительств в Индии происходила в результате волеизъявления народа на всеобщих выборах. Здесь следует признать большое достижение. Все-таки исполнение демократических процедур в Индии выглядит не совсем последовательным после 1975 года, когда премьер-министр Индира Ганди объявила чрезвычайное положение и ввела прямое президентское правление, наподобие тому, что существовало во времена английских наместников. Ее политику поддержала одна из двух индийских коммунистических партий. После такого рецидива диктатуры она в 1977 году потерпела поражение на выборах, а на следующий год ее в судебном порядке отстранили от занимаемой должности и исключили из состава парламента, в чем можно разглядеть здоровый симптом индийской конституционной формы правления. Но на противоположной чаше весов находились периодически повторявшиеся обращения к использованию власти президента ради приостановления полномочий обычного конституционного правительства в определенных областях, а также поток сообщений о жестокости полиции и сил безопасности, применявшиеся к неугомонным национальным меньшинствам. Зловещим признаком реакции на угрозы раскола стало появление в 1971 году в индийской политике ортодоксальной и крайне консервативной индуистской партии как первого потенциального соперника партии индийского конгресса, и ей на три года досталась власть стране. Свою гегемонию партия конгресса тем не менее сохранила. Спустя сорок лет после обретения Индии независимости партия конгресса все больше приобретала вид не политической партии европейского образца, а коалиции заинтересованных групп всей Индии, представленных знаменитостями и надзирателями опеки. Тем самым даже под руководством Джавахарла Ланеру с его всем известным социалистическим уклоном и краснобайством она приобрела откровенно консервативное свойство. После ухода британцев активисты партии Конгресса никогда не занимались переменами, а скорее приспосабливали их к реальной действительности. Такого рода консерватизм служил своеобразным символом династической природы индийского правительства. Джавахарла Ланеру на посту премьер-министра сменила его дочь Индира Ганди, начавшая свою карьеру с опровержения его заветов, проигнорировав его требования во время похорон воздержаться от всех положенных религиозных церемоний. А за ней к власти пришел ее сын Раджиф Ганди. Когда он погиб от руки наемного убийцы, в тот момент уже находился неудел, у руководителей партии Конгресса тут же сработал практически непроизвольный рефлекс, и они приняли решение убедить его вдову принять на себя бремя руководства страной. В 1980-х годах, однако, возникли признаки того, что династический порядок передачи власти в стране больше себя не оправдывает. Сикхский сепаратизм обратил на себя пристальное внимание мирового сообщества в 1984 году после удавшегося покушения на Индиру Ганди, в то время снова оказавшуюся в кресле премьер-министра, совершенного после того, как индийская армия осуществила нападение на главную святыню Сикхской веры в Амрицаре. В последующие семь лет предстояло погибнуть десяти с лишним тысячам воинственных сикхских активистов, случайных жертв и сотрудников службы внутренней безопасности. В конце того десятилетия опять начались вооруженные стычки с пакистанцами на границе Кашмира. В 1990 году пришлось официально признать гибель 890 человек в результате индуистско-мусульманских беспорядков, считавшихся самыми массовыми с 1947 года. В очередной раз сложно не возвратиться к банальному воспоминанию о том, что вес прошлого очень тяжело отражался на судьбе Индии, что не появилось никакой активной силы, чтобы от него избавиться, и что современность прокладывала себе путь медленно и не везде одновременно. По мере ухода из памяти народа Индии, порядков колониального прошлого, всегда сохранялась вероятность восстановления индийской традиции. Символом служит то, что момент обретения независимости в 1947 году наступил в полночь, ведь британцы не обращались за советом к астрологам, чтобы узнать у них благоприятный день, и поэтому для рождения новой страны выбрали момент окончания одного дня и начала другого. Тем самым утвердились индийские обычаи, сохранившие свое влияние на протяжении последующих сорока лет. В результате произошло определение сообщества, управлять которым теперь предстояло во многом на условиях индуизма. К 1980 году последний чиновник индийской государственной службы, поступивший на нее при британцах, уже находился на пенсии. Индия все еще существовала в условиях сознательного несоответствия между унаследованной западной политической системой и обществом, которому ее навязали. При всех великих достижениях многих индийских руководителей, преданных своей нации мужчин и женщин, укоренившиеся в обществе прошлое, со всеми его атрибутами в виде отживших свое привилегий, несправедливости и неравенства, все еще стояло на пути движения Индии вперед. Возможно, те, кто верил в светлое будущее своей родины в 1947 году, просто не представляли, насколько трудно и болезненно будет проводить коренные изменения. Власти соседнего с Индией Пакистана сознательно обратились к исламской традиции, или, по крайней мере, к современному ее воплощению, и в скором времени оказались в русле движения и обновления, наблюдавшегося практически во всем мусульманском мире. Не в первый раз западным политикам пришлось напомнить о том, что ислам силен на землях, простирающихся от Марокко на западе до Китая на востоке. В Индонезии, как самой большой стране Юго-Восточной Азии, Пакистане, Малайзии и Бангладеш проживает без малого половина мусульман всего мира. Кроме этих стран и земель арабской культуры, в Советском Союзе и Нигерии, самой густонаселенной африканской стране, тоже насчитывалось большое количество граждан, исповедующих ислам. Еще в 1906 году царское правительство России стревожило революция в Иране из-за ее возможного будоражащего воздействия на собственные мусульманские народы Российской империи, но на появление нового восприятия исламского мира потребовалось некоторое время. В середине 1970-х годов весь мир казался одержимым арабскими странами Ближнего Востока, а когда дело касалось ислама в целом, на ум приходили богатые нефтью государства, относившиеся к ним. Даже такое ущербное восприятие исламского мира на протяжении долгого времени затуманивалось и запутывалось холодной войной. Очертания тогдашнего конфликта иногда облекали в старинные формы, кое-кому из европейских сторонних наблюдателей стародавнее желание русских правителей установить свое влияние в исламском мире представлялось направлением советской политики, теперь казавшимся ближе к достижению, чем когда-либо в прошлом. Советский Союз к 1970 году обладал военно-морским присутствием мирового масштаба и теснил в этом отношении США, утвердившись даже в Индийском океане. После вывода британских войск из Адена в 1967 году базу там с согласия правительства Южного Йемена стали использовать в интересах военно-морского флота СССР. Экспансия Советского Союза происходила в то время, когда американцев преследовали стратегические неудачи. Приход Холодной войны на Африканский Рог и в бывшие португальские колонии добавил значимости событиям, имевшим место дальше на севере. Все-таки в отдаленной перспективе советской политики в мусульманском мире от известного смятения в американской политике на Ближнем Востоке середины 1970-х годов особой пользы не досталось. Власти Египта к тому времени рассорились с правительством Сирии и обратились к Вашингтону в надежде на заключение спасительного мира с Израилем. Когда в 1975 году участники Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций осудили сионизм как идеологию расизма и представителей ООП статус наблюдателя на своей ассамблее, Египет оказался самым естественным образом отколотым от остальных арабских государств. Тем временем деятельность боевиков ООП, просачивавшихся через северную границу, не только представляла смертельную угрозу жителям Израиля, но к тому же превращала Ливан, правящая верхушка которого, безусловно, преклонялась перед европейцами, в пристанище для этих боевиков, принесших собой разрушение и раскол. В 1978 году войска Израиля вторглись на территорию Южного Ливана в расчете на то, чтобы покончить с вылазками вооруженных палестинцев. Хотя весь остальной мир с большой надеждой воспринял встречу израильского и египетского премьер-министров в Вашингтоне в следующем году, чтобы согласовать мирный договор, которым предусматривался вывод израильских войск с территории Синайского перешейка, три года спустя египетский участник переговоров расплатился своей жизнью за то, что кое-кто считал предательством палестинского и арабского дела. Сепаратное урегулирование отношений между Израилем и Египтом во многом ставится в заслугу президенту США Джимми Картеру, победившему на выборах 1976 года в качестве кандидата от Демократической партии. Американскую мораль к тому времени существенно подорвали многочисленные внешнеполитические провалы Вашингтона, преследовавшие его не только на Ближнем Востоке. Жертвой войны во Вьетнаме пал один президент, а его преемник весь свой президентский срок занимался преодолением последствий американского поражения и заключением мирного договора. И в скором времени всем стало ясно, как мало значил этот договор. Все беды американцев на международной арене случались на фоне осознания ими опасности наращивания в СССР арсенала баллистических ракет. Все это сказалось на реакции американцев по поводу практически никем не предвиденного события свержения шаха Ирана. Оно не только послужило сокрушительным ударом по США, но к тому же обнаружило потенциально огромные новые беды на Ближнем Востоке и изменчивость современного ислама. Долгое время пользовавшегося благожелательным расположением американцев в качестве надежного союзника шаха в январе 1979 года прогнали с престола и вообще из собственной страны представители коалиции разгневанных либералов и исламских консерваторов. Попытка сохранения законного правительства сразу провалилась, так как толпа отдала свое предпочтение исламистам. Традиционные устои жизни народа Ирана и общественную структуру раскачали приверженцы политики модернизации, проводившейся шахом чересчур усердно вслед за своим более осмотрительным отцом, которого звали Резахан. Как-то сразу в Иране провозгласили шиитскую исламскую республику, которую возглавил престарелый фанатик-священнослужитель. В Вашингтоне без промедления признали новый режим и напрасно это сделали. Иранское руководство уже приговорило США по обвинению в пособничестве шаху в качестве покровителя, а также вопиющего воплощения капитализма и западного материализма. Слабым утешением могло служить поношение, совсем скоро доставшееся от иранских религиозных главарей, Советскому Союзу, как второму по ранжиру сатане, угрожающему чистоте ислама. Вскоре после Иранской революции, бьющую через край энергию студентов в Тегеране, направили на штурм посольства США, в результате которого они захватили заложники американских дипломатов и прочих сотрудников. Пораженное мировое сообщество внезапно обнаружило, что иранское правительство поддерживает действия этих агрессивных учащихся, определяет американских заложников под стражу и одобряет требования студентов по поводу возвращения Шаха на родину для проведения суда над ним. Президент Джим Картер вряд ли не мог представить для себя такое щекотливое положение, ведь как раз в этот момент американская политика в отношении исламского мира активно занималась советской интервенцией в Афганистане. Его первая реакция состояла в разрыве дипломатических отношений с Тегераном и введении против него карательных экономических санкций. Затем американцы предприняли попытку освобождения американских дипломатов военным путем с треском ими проваленную. Несчастных заложников в конечном счете вернули на родину путем переговоров, на самом деле, внеся выкуп в виде возвращения иранских активов, хранившихся в США и замороженных во времена революции, но унижение американцев в этом эпизоде не стоит считать главной или даже какой-то важной целью иранских революционеров. Помимо мощных политических последствий, акт захвата американских заложников получил несколько иной символический смысл. Он послужил ударом, признанным в единодушном осуждении представителей при ООН, по привычному порядку, сначала установленному в Европе, а потом на протяжении трех с лишним столетий распространявшемуся по всему цивилизованному миру, при котором дипломатических посланников следует считать лицами, пользующимися статусом полной неприкосновенности, религиозное иранское правительство своими действиями продемонстрировало абсолютное пренебрежение европейскими правилами игры. Так появилось откровенное отрицание положений, сначала обязательных в Европе, а потом признанных по всему миру. После этого многие люди впервые задались вопросом, а что еще ждать от исламской революции? Кое-кто из американцев воспрянул духом, когда особенно свирепый режим баасистов в Ираке, уже рассматривавшийся ими с одобрением за его безжалостное истребление иракских коммунистов, вступил с новым Ираном в конфликт, разгоревшийся, несмотря на баасистский атеизм, из-за традиционной вражды между месопотамскими суннитами и персидскими шиитами. Когда в июле 1979 года президентом в Багдаде становится Саддам Хусейн, сотрудники Американской службы государственной безопасности увидели в нем обнадеживающую фигуру. Они посчитали, что он сможет отвести иранскую угрозу от Персидского залива. Такой вариант тем более радовал американцев, что из-за иранской революции Вашингтон не просто потерял одного из своих союзников, даже при том, что коалиция обиженных обеспечила свержение шаха, стремительное возвращение к архаичной традиции, особенно в обращении с женщинами, показало, что иранцы отреклись не от одного только своего правителя. Власти новой иранской исламской республики, пусть даже совершенно определенно шиитской, выдвигали претензии вселенского охвата. То была теократия, где истинное право происходило из истинной веры, то есть прямо как в стиле Женевы времен Кельвина. К тому же речь шла о выражении гнева, разделяемого многими мусульманами по всему миру, прежде всего на арабских землях, на заре светской европеизации и после провала обещанной модернизации. На Ближнем Востоке, как нигде больше, не получилось решить проблемы региона ни с помощью национализма, ни социализма, ни капитализма. Даже хоть как-то унять страсти и пробужденные ими порывы не удалось. Те, кто полагал, что ислам принесет исчерпывающее решение всех политических проблем, их часто называют исламистами, пришли к выводу, что Ататюрк, Резахан и Гамаль Абдель Насар ведут свои народы по ложному пути. Общество исламских стран успешно избежало заражения атеистическим коммунизмом, но многим мусульманам гораздо более опасной теперь казалась зараза западной культуры, которой на протяжении столетия приучались их предводители. Как это ни парадоксально, но западное революционное понятие капиталистической эксплуатации помогло вскормить тогдашнюю перемену эмоций. Корни исламизма отличались большим разнообразием и известной глубиной. Они могли лежать во многих веках борьбы против христианства. Обновление этих корней началось с 1960-х годов из-за явного нарастания трудностей у носителей посторонних воззрений, в том числе из СССР, в навязывании своей воли народам Ближнего Востока и зоны Персидского залива в условиях раскола мира времен Холодной войны. Для многих мусульманских арабов множились доказательства того, что западный принцип определения национальности, отстаивавшийся с 1880-х годов как организационное средство восстановления стабильности, утраченной вслед за турецким политическим упадком, себя не оправдывал. Со всей определенностью можно было сказать, что войны за обладание османским наследием далеко еще не закончились. Благоприятный клубок затруднений для Запада выглядел тем более многообещающим после недавнего открытия могущества нефтяного фактора. Не стоит забывать о нараставшем с 1945 года осознании набожными мусульманами того, что торговля, отношения с Западом и простые его искушения, доступные народам богатых нефтью стран, представляют гораздо большую опасность для исламского общества, чем любые прежние, оставим в стороне чисто военные, угрозы ему. Следовательно, напряженность ситуации обострялась. Однако согласованного марша у мусульман не получилось. Вражда между суннитами и шиитами не утихала на протяжении многих веков. В послевоенный период или с 1945 года социалистическое движение Баас, вдохновлявшее многих мусульман и номинально укрепившееся в Ираке, стало проклятием для глубоко религиозных сторонников организации «Братья-мусульмане», образованной в Египте в 1920-х годах, осуждавших так называемых безбожников с обеих сторон даже в палестинском споре. Народный суверенитет, как некую цель, исламские фундаменталисты отвергали с порога. Они выступали за подчинение догматам ислама всех аспектов существования общества. Так что в мире стали привыкать к таким вывертам. В Пакистане запретили женский хоккей на траве. В Саудовской Аравии казнили уголовников побитием камнями и отрубанием конечностей. В Омане открыли университет, в котором лекции читают отдельно для юношей и девушек и так далее. К 1980 году радикальные исламисты приобрели достаточное влияние, чтобы навязать свои цели народам нескольких стран. Студенты даже в сравнительно, так сказать, вестернизированном Египте уже к 1978 году голосовали за них на своих выборах, в то время как некоторые студентки медицинского училища отказывались вскрывать трупы мужчин и потребовали для себя отдельную, дамскую программу обучения. Более того, с точки зрения исторической перспективы и на первый взгляд представляется забавным для западного стороннего наблюдателя то, что студенты-радикалы должны были беззаветно предаваться такому откровенно реакционному делу, их следует понимать в контексте долгого отсутствия в исламе какой-либо государственной или изначальной теории, существовавшей на Западе. Даже в руках ортодоксов, и даже если оно приносило некие желательные блага, государство как таковое в представлении теоретиков ислама еще не считалось самоочевидным носителем законной власти. Ко всему прочему, само внедрение государственных структур на арабских землях с девятнадцатого столетия, представляло собой сознательное или спонтанное повторение государства Запада. Носители юношеского радикализма, обнаружившие привлекательность в политических атрибутах социализма или того, что они посчитали социализмом, но в любом случае позаимствованном у Запада, чувствовали, что никакой реальной ценности в государстве или нации не содержится. Они приступили к поискам истины в другом месте, и этим в известной степени объясняются усилия, приложенные сначала в Ливии и затем в Иране и Алжире по внедрению новых способов придания власти вида правового явления. Состоятельность старомодной исламской предвзятости к государственным атрибутам, племенного обособления и братства ислама еще предстоит проверить. Даже сторонники того братства в конце-то концов должны признать, что большинство мусульман в мире не владеет арабским языком. Потенциал для возникновения беспорядков и даже междоусобного конфликта в разных уголках исламского мира склоняет нас к опасному упрощению дела. Исламский мир представляет собой очень многообразное культурное явление. Как мифологизированный Запад, осужденный в 1980-х годах популярными проповедниками в мечетях, так и ислам, больше нельзя считать убедительным доказательством сплоченности, единства, точной очерченности цивилизации. Как и понятие «Запад», ислам представляется абстракцией, иногда полезным условным обозначением в описательных целях. Многие мусульмане, включая тех, кто отличается религиозным складом ума, ищут опору в двух мирах, причисляемых и к западным, и к исламским идеалам. Каждый из этих миров представляет собой центр исторического прогресса, источник энергии, безграничной самой по себе, но также оказывающей взаимное воздействие, отражающаяся по времени, последний раз через массированное влияние европейских воззрений на мусульманский мир. Беспокойная ситуация на некоторых исламских землях, особенно на Ближнем Востоке, становилась все более взрывоопасной из-за неблагоприятных демографических факторов. Средний возраст народонаселения стран с преобладанием мусульман оценивается в 15-18 лет, причем в некоторых из них наблюдаются очень высокие темпы прироста. Новое поколение мусульман может выбрать совсем иное направление с точки зрения политики, общественного устройства и этики. Ясным остается то, что они ждут перемен, далеких от ситуации, при которой слишком многие из них оказываются в нищете, когда никто не представляет их интересы во властных кругах, да еще с навязанными ценностями, многослойными и сложными, не пользующимися признанием на Западе и уважением у собственных правителей. Глава 4. Завершение эпохи В 1980-х годах ожидались потрясающие изменения, но совсем немногие из них коснулись Ближнего Востока, где на заре данного десятилетия они выглядели наиболее вероятными. Вместо них на регион надвигался фундаментальный застой. Напряженность в 1980 году оставалась там еще весьма высокой. Впрочем, как и на протяжении многих лет до того. Большие надежды вынашивали и стороны, больше других заинтересованные в решении проблем, возникших с появлением Израиля, как государство-приемника Османской империи на территории Палестины. Серьезное разочарование этих надежд ждали всех, кроме разве что известного меньшинства среди самих израильтян. Какое-то время казалось так, будто после Иранской революции могли бы поменяться правила игры, существовавшие до того времени, и кое-кто на такое изменение искренне рассчитывал. Десять лет спустя, тем не менее, никто не мог еще сказать с достаточной определенностью, что же все-таки изменилось за пределами Ирана, или каково истинное значение шума в исламском мире, поднятое этой революцией. Явление, какое-то время походившее на возрождение ислама, можно было точно так же рассматривать в качестве одной из повторяющихся волн пуританства, которые время от времени на протяжении столетий воодушевляли и укрепляли дух верующих людей. Напряженность, со всей очевидностью, возникла в силу соответствующих обстоятельств. Чувство исламской солидарности как-то вдруг окрепло из-за оккупации войсками Израиля в Иерусалиме третьего из святых мест ислама. К тому же нападение войск Ирака на Иран в 1980 году вылилось в кровопролитную войну, продлившуюся восемь лет и унесшую миллион жизней. Наряду со всеми остальными причинами, лежавшими в основе данного конфликта, следует особо отметить, что Ирак был суннитским государством, а Иран — шиитским. Опять же, исламские народы разделяли унаследованные линии разлома, а также современные проблемы. Вскоре также оказалось, что события в Иране могли раздражать и тревожить супердержавы, особенно СССР с его миллионами жителей мусульманского вероисповедания. Но совсем не мешали проведению собственной политики. В конце 1979 года правителям Ирана оставалось только беспомощно взирать на ввод ограниченного контингента советской армии в Афганистан по просьбе правившей тогда партии, власти которой угрожали мятежники. Одна из причин того, почему иранцы поддерживали террористов и похитителей людей, состояла в том, что ни на что лучшее или худшее они были не способны. Не смогли они, несмотря на захват американских заложников, вернуть в страну бывшего шаха Ирана, чтобы придать его в руки служителей исламской юстиции. Успешно, образно говоря, пощипывая перья из хвоста американского орла в деле с заложниками, правители Ирана унизили администрацию США. Но со временем такое поведение перестало представлять былую важность. Задним числом декларация президента Картера, обнародованная в 1980 году по поводу того, что власти США считают зону Персидского залива территорией жизненных интересов своей страны, послужила указанием на предстоящую судьбу стран этого региона. Так выглядел первый признак того, что период преувеличенной неуверенности и пораженчества в настроениях американцев подходит к концу. Зато в международной политике приближалось время новой определяющей реальности. При всех радикальных переменах, зарегистрированных после кубинского ракетного кризиса, американская республика в 1980 году все еще числилась одним из двух государств, чья мощь определяла их неопровержимый статус. Приведем официальное советское определение величайших мировых держав, без участия которых нельзя решить ни одной международной проблемы. Такое участие в некоторых случаях могло выглядеть опосредованным, а не прямым. Но так представляется фундаментальная отправная точка существования тогдашнего мира. Напомним, что фавориты у истории надолго не задерживаются. При том, что кое-кто из американцев впечатлился советской мощью, продемонстрированной с начала кубинского кризиса до вторжения в Афганистан, с конца 1970-х годов можно было наблюдать достаточно признаков того, что у советского руководства появились трудности. Перед ним сплыла азбучная истина того же самого марксизма. Сознание человека развивается по мере изменения материальных условий его бытия. Среди результатов ощутимого, но не всеобъемлющего ослабления напряженности в советском обществе можно назвать появление совершенно определенного инакомыслия, ничтожного по своему масштабу, но все-таки позволяющего рассмотреть лежащий за ним растущий спрос на расширение духовной свободы и приближение более скрытой, но реальной бури негодования со стороны тех, кто рассчитывал на скорое улучшение материального обеспечения населения СССР. Правительство Советского Союза продолжало тратить колоссальные суммы на производство вооружения. В 1980-х годах военные затраты СССР оценивались где-то в четверть его ВВП. Как оказалось, даже этого едва ли хватало Москве. Вынести такое бремя можно было разве что через приобретение Советским Союзом западной техники, заимствование приемов управления и капитала. Характера изменений после подобных приобретений никто предсказать не брался, зато никто не сомневался в неизбежности перемен. Однако к 1980 году наблюдалось даже более активное укрепление связей между этими двумя супердержавами. При всех громадных усилиях Советского Союза, правительство которого стремилось приобрести своей стране преимущество в ракетно-ядерном вооружении над Соединенными Статами, превосходство получилось на таком уровне, что практического смысла в нем не осталось. Американцы с их тягой к броским аббревиатурам кратко назвали сложившуюся ситуацию тремя буквами MAD – безумие, Mutually Assured Destruction – взаимное безусловное уничтожение. Точнее, ситуация, при которой каждая из двух потенциальных сторон вооруженного конфликта, располагает достаточной ударной мощью для того, чтобы даже лишившись самого первого своего вооружения в случае внезапного нападения, сохранившимися средствами в ответ превратить города противника в тлеющую пустыню, а остатки вооруженных сил использовать разве что для контроля выжившего терроризируемого населения. Такая дикая перспектива превратилась в великую сдерживающую силу для горячих голов. Даже если бы умалишенного угораздило, предельно упростим дело, пробраться к власти, то согласно наблюдению доктора Джонсона о том, что угроза повешения замечательно концентрирует рассудок человека, угроза катастрофы в мировом масштабе и осознание того, что грубая ошибка может привести к исчезновению из жизни, послужили бы великим стимулом для пробуждения благоразумия. Здесь-то и стоит поискать самое главное объяснение новой степени сотрудничества, которое в 1970-х годах уже наладили власти Соединенных Штатов и Советского Союза в разрез со всеми существовавшими между ними разногласиями. Первым плодом такого сотрудничества стало соглашение 1972 года о запрете на развертывание систем противоракетной обороны. Его удалось заключить во многом потому, что ученые и конструкторы сумели разработать средства слежения за нарушениями условий такого договора, так что далеко не все военные исследования способствовали обострению напряженности международных отношений. В следующем году начались переговоры о дальнейшем ограничении арсеналов вооружений, тогда как участники остальных переговоров занялись исследованием возможности создания системы всеобъемлющей безопасности в Европе. В обмен на безоговорочное признание послевоенных границ Европы, прежде всего между двумя Германиями, участники переговоров с советской стороны в 1975 году в Хельсинки согласились на активизацию экономических отношений между Восточной и Западной Европой, а также подписали договор об уважении европейских прав человека и политической свободы. Последнее, конечно же, представлялось жестом доброй воли и правовых последствий не имело. Тем не менее, все это вполне могло иметь гораздо большее значение, чем просто символические достижения на фронтах признания, которому советская сторона уделяла большое внимание. Успех Запада в отношении прав человека не только воодушевил движение диссидентов в социалистической Европе и СССР, но и помог обойти старые ограничения по поводу вмешательства во внутренние дела стран советского блока. Постепенно в Восточной Европе все громче звучала критика в адрес властей, приведшая к изменению общественно-политического строя. Между тем, объем торговли и инвестиций между двумя Европами почти сразу же начал увеличиваться, хотя также очень медленно. Здесь пролегал кратчайший путь к заключению окончательного мирного договора, знаменующего завершение Второй мировой войны, и при этом Советский Союз получил то, что больше всего хотели его руководители – гарантию целостности территориального размежевания, считавшегося главным достижением в результате победы в 1945 году. При всем этом американцев волновала ситуация на международной арене, так как в 1980 году им предстояли президентские выборы. За 18 лет до этого, во время кубинского кризиса, весь мир увидел США в качестве хозяина положения на планете. Тогда американцы располагали величайшей военной мощью, поддерживали союзников и сателлитов во всем мире. Население страны поддерживало дипломатические и военные усилия администрации, невзирая на огромные внутренние проблемы. К 1980 году многие граждане США почувствовали, что мир изменился, но перемены их совсем не радовали. Когда в 1981 году к власти пришел новый республиканский президент Рональд Рейган, его сторонники оглядывались на предыдущее десятилетие, казавшееся им периодом нараставшей американской беспомощности. Он унаследовал громадный бюджетный дефицит, разочарование народа по поводу того, что считалось последними достижениями советской державы в Африке и Афганистане, и тревогу из-за возможной утраты американского превосходства в ядерном вооружении, которым США обладали в 1960-х годах. За следующие пять лет президент Рейган постромил всех своих критиков. Ему пришлось восстановить моральный дух соотечественников наглядными, пусть даже чисто косметическими подвигами. Символическим считается то, что в день его приведения к присяге в качестве президента, иранцы освободили американских заложников. Многие американцы полагали, что выбор времени и их освобождение тайно согласовали сторонники новой администрации США, но на этом далеко не закончились беды Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Не давали покоя две главные проблемы. Угроза международному порядку в этом регионе из-за продолжавшейся холодной войны и нерешенная проблема Израиля. Война между Ираном и Ираком служила доказательством первой опасности, и так думали многие люди. Прошло совсем немного времени, и нестабильность в ряде арабских стран проявилась еще большей очевидностью. Организованное правительство фактически исчезло в Ливане, погрузившимся в пучину гражданской войны, когда в спор за власть вступили группы вооруженных людей, пользовавшихся покровительством сирийцев и иранцев, поскольку при этом у революционного крыла ООП появилась многообещающая база для деятельности, власти Израиля перешли к еще более решительным и дорогостоящим военным действиям у своих северных границ и за их пределами. В 1980-х годах пришла очередь обострения напряженности и предельно жесткого израильско-палестинского конфликта. Еще большую тревогу у американцев вызвало то, что в Ливане набирала силу анархия, в условиях которой после прибытия морских пехотинцев США рядом с американским посольством и казармами морских пехотинцев боевики подорвали фугас. Погибло в общей сложности больше трехсот человек. Соединенные Штаты были совсем не одиноки в своей обеспокоенности всеми этими затянувшимися недугами. Когда советский ограниченный воинский контингент прибыл в Афганистан, где ему предстояло задержаться на целых десять лет, обозленность на весь мир иранцев и прочих мусульман нашла поддержку среди части мусульман Советского Союза. Кое-кто разглядел обнадеживающий для себя знак, предположив, будто нарастающий в исламском мире конфуз мог принудить власти к большей скромности в поступках, а также поумерить их пыл в деле безоговорочной поддержки своих сателлитов и союзников в данном регионе. Прежде всего имелся в виду, конечно же, Израиль. Между тем тревожное проявление и риторика иранской революции заставили кое-кого представить, что конфликт цивилизации у нас на пороге. Причем навязчивые строгие нравы Ирана, к тому же, вызвали дрожь среди арабов консервативного крыла и управителей богатых нефтью королевств Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравии. В 1980-х годах действительно наблюдались многочисленные признаки того, что напоминало ширящееся сочувствие радикальному исламизму. Даже военный режим в Пакистане, установленный советским мусульманином, увлекся внедрением исламской ортодоксии в виде своекорыстного джихада против советских неверных в соседнем Афганистане. Северная Африка демонстрировала более тревожные свидетельства настроя на радикальный ислам. И не важно, что параллельно существовали причудливые поступки и заявления эмоционального диктатора Ливии, который страшился исламизма не меньше, чем ненавидел Соединенные Штаты, или сравнительно спокойная ситуация в соседнем Алжире. В Ливии наблюдался многообещающий старт после обретения ее народом независимости, но к 1980 году ее экономика ослабела, согласие, которым отличалось движение за независимость, исчезало, и переезд на заработки в Европу казался единственным выходом энергии для многих молодых ливийцев. На алжирских всеобщих выборах 1990 года исламистская партия впервые в арабской стране получила большинство голосов. В предыдущем году, в результате военного переворота в Судане, к власти пришли военные, и там образовался воинственный исламский режим, сразу же подавивший последние оставшиеся гражданские свободы народа этой несчастной страны. Невзирая на всю привлекательность радикализации ислама, к 1990 году уже существовали многочисленные признаки того, что консервативные арабские политики, а также их либеральная оппозиция, настроились достаточно враждебно, чтобы откровенно сопротивляться фундаменталистам, иногда весьма эффективно. Однако политические события на Ближнем Востоке на очень долгое время загородили собой такие признаки. Правитель Ирака Саддам Хусейн, пользовавшийся покровительством американцев и активнее всех остальных политиков, нарушавший спокойствие на Ближнем Востоке, выступал в качестве сторонника ислама исключительно из тактических и прагматических соображений. Воспитанный правоверным мусульманином, он возглавлял светский режим партии Баас, на самом деле основанный на покровительстве государства, семейных ценностях и своекорыстии военной верхушки. Он рвался к абсолютной власти и прямым путем к ней считал техническую модернизацию страны, причем не было ни малейших доказательств того, что его хоть как-то заботило благополучие иракского народа. Когда он развязал войну с Ираном, затягивание схватки и нарастание расходов на нее с большим облегчением восприняли правители остальных арабских государств, особенно поставщиков нефти из зоны Персидского залива, так как при этом от большого дела одновременно отстранялись опасный разбойник и иранские революционеры, которых они боялись. Однако меньше радости им доставляло то, что Ирано-Иракская война отвлекла внимание международного сообщества от палестинской проблемы и бесспорно облегчила властям Израиля задачу подавления боевиков ООП. На протяжении без малого десятилетия тревожных вылазок в Персидском заливе, отдельные из которых вызывали призрак нового вмешательства со стороны поставщиков нефтяных ресурсов западным странам, время от времени казалось так, что нескончаемые инциденты угрожали расширением вооруженного конфликта, прежде всего между Ираном и США. Между тем, события в Ливанте до последнего предела обостыли там безвыходное положение. Продолжающаяся оккупация израильтянами голландских высот, их энергичное действие в Ливане против банд вооруженных палестинских подпольщиков и их покровителей, а также стимулирование израильским правительствам дальнейшего переселения евреев, особенно из СССР, на землю обетованную способствовали оттягиванию момента, когда объединенные арабские армии двинутся на Иерусалим. В конце 1987 года, тем не менее, наступило время первых вспышек насилия среди палестинцев на оккупированных Израилем территориях. Насилие продолжалось и переросло в перманентный мятеж под названием Интифада. ООП, несмотря на приобретение дальнейшего международного сочувствия после официального признания ее руководством «Право Израиля на существование», в 1988 году, когда война между Ираком и Ираном наконец-то закончилась, все-таки оказалась в весьма щекотливом положении. В следующем году скончался верховный правитель Ирана Айотелла Хомейни, и всем показалось, что его преемник не склонен к безрассудству своего предшественника, чтобы оказывать поддержку палестинцам и делу исламских фундаменталистов во время Ирано-Иракской войны, администрация США отдавала предпочтение Ираку из-за преувеличения американцами угрозы исламского фундаментализма. Когда, однако, американцы столкнулись наконец-то лицом к лицу в результате войны в Персидском заливе с объявленным официально врагом, им оказались иракцы, а не иранцы. В 1990 году, после заключения великодушного мира с Ираном, Саддам Хусейн взялся за решение старого пограничного спора с Эмиратом Кувейт. Он к тому же поссорился с его правителем по поводу нефтяных квот и цен. Трудно поверить в реальность таких обид. Что бы они символически не означали для самого Саддама, скорее всего, им прежде всего двигали открытое намерение на захват огромных нефтяных богатств Кувейта. На протяжении всего лета 1990 года он продолжал сыпать угрозами. На конец 2 августа армии Ирака вторглись на территорию Кувейта и за несколько часов захватили ее полностью. В ООН началась усиленная консолидация мирового общественного мнения против Ирака. Саддам Хусейн попытался разыграть одновременно исламскую и арабскую карту, запутанной партией собственных агрессивных устремлений с арабской ненавистью к Израилю. Демонстрации в его поддержку на улицах ближневосточных городов показали очень низкую ценность его ставки в игре. В его пользу официально выступили только представители ООП и Иордании. Несомненно, его потрясло то, что власти Саудовской Аравии, Сирии и Египта фактически превратились в партнеров немыслимого союза, стремительно сформированного против него. В не меньшей степени его должны были удивить уступки СССР в том, что за всем этим следовало. Самым же поразительным показалось поведение участников Совета Безопасности ООН, принявших подавляющим большинством голосов ряд резолюций с осуждением действия Ирака и в конечном счете санкционировавших применение силы с целью освобождения Кувейта. На территории Саудовской Аравии под американским командованием собрали громадную группировку международных войск. 16 января 1991 года ее ввели в действие. В течение месяца иракцы уступили и покинули Кувейт, понеся ощутимые потери. Потери союзников оцениваются как несущественные. Пережитое унижение внешнее на авторитет Хусейна в его стране не повлияло. В очередной раз переломный момент на Ближнем Востоке, на который так многие рассчитывали, не наступил. Исход Кувейтской войны разочаровал и арабских революционеров, и несостоявшихся западных миротворцев. Тяжелейшие потери достались ООП, а величайшая выгода ждала Израиль. Военный успех за счет Израиля арабам в обозримом будущем не предвиделся. С завершением еще одной войны за османское наследие израильская проблема осталась нерешенной. Власти Сирии и Ирана, еще до Кувейтского тупика, в силу общественных соображений, начали демонстрировать намерение предпринять попытки мирного урегулирования. Но вероятность положительного исхода была сомнительной, даже если бы для США урегулирование выглядело большим приоритетом, большим, чем когда бы то ни было прежде. Явный прогресс просматривался в том, что тревожный призрак радикального и фундаменталистского пан-исламистского движения на какое-то время все-таки развеялся. По вполне прозаическим причинам арабское единство в очередной раз оказалось миражом. При всех терзаниях, волнениях и недовольстве, с которыми многие мусульмане вопрошали Запад, следует отметить абсолютное отсутствие намеков на то, что их негодование могло вылиться во что-то эффективное. Заодно в результате выхода из кризиса в Персидском заливе выяснилось, что нефтяное оружие утратило основную свою мощь с точки зрения причинения большого вреда развитому миру, поскольку, пусть даже его боялись, никакого нового нефтяного катаклизма не случилось. На таком политическом фоне руководители американской дипломатии в 1991 году все-таки убедили арабов и израильтян снова принять участие в конференции по Ближнему Востоку. Между тем повсеместно шли большие преобразования, и они тоже коснулись развития событий на Ближнем Востоке. Их контуры формировались действиями там Соединенных Штатов и Советского Союза. В 1980 году руководители американской президентской избирательной кампании сознательно эксплуатировали страхи общественности перед Советским Союзом. Неудивительно, что на официальном уровне снова пробудилась была и враждебность. Консервативные руководители СССР с подозрением стали взирать на тенденции в политике администрации США. Казалось вполне вероятным, что многообщающие шаги к разоружению никуда не приведут, если не случится худшего. В конечном счете американская администрация стала демонстрировать новый прагматизм во внешней политике, в то время как советская сторона во внутренней политике стала придерживаться большей гибкости. Вехой на пути перемен считается кончина в ноябре 1982 года Леонида Брежнева, сместившего с поста Хрущева и в течение 18 лет бывшего генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза. Его непосредственный преемник в лице главы КГБ Юрий Андропов тоже вскоре умер, а Константин Черненко, назначенный главой СССР в преклонном возрасте на восьмом десятке, ушел из жизни еще быстрее. Тогда на пост генерального секретаря ЦК КПСС в 1985 году избрали самого молодого члена политбюро Михаила Горбачева. Ему на тот момент исполнилось 54 года. Фактически весь свой политический опыт он приобрел в послесталинскую эпоху. Ему предстояло сыграть исключительную роль в судьбе своей страны и мира в целом. Логика сил, выдвинувших Горбачева в наследники власти, на Западе остается неясной. В КГБ, по-видимому, его продвижению на высший пост СССР не возражали, а его первые действия и речи представлялись вполне традиционными. Хотя в предыдущем году он уже произвел благоприятное впечатление на британского премьер-министра, которая назвала его человеком, с которым можно иметь дело. Прошло совсем немного времени, и он заговорил в совсем иной политической тональности. В его речах стало реже звучать слово «коммунизм», а слову «социализм» он придал иное толкование, исключающее уравниловку, хотя время от времени Горбачев напоминал своим коллегам о том, что считает себя коммунистом. Из-за отсутствия лучшего термина его цель многие иностранцы истолковали как либерализацию, в которой просматривалась неудачная попытка западных политиков понять смысл двух русских слов, которые он часто использовал «гласность», «открытость» и «перестройка», «реструктуризация». Результаты нового курса обещались глубокие и радикальные, и до конца десятилетия Горбачев упорно пытался воплощать его в жизнь. Но произошло то, чего он даже представить себе не мог, когда все только начинал. Без сомнения он понимал, что без радикального изменения советского народного хозяйства нельзя было обеспечить СССР его былую военную мощь, выполнение взятых на себя обязательств перед союзниками, повышение, пусть даже медленное и умеренное, уровня жизни своего народа и сохранение поступательного технического прогресса за счет собственных ресурсов. Горбачев явно пытался избежать краха коммунизма через собственное видение ленинизма, прежде всего, посредством придания ему большей гибкости и привлечения интеллигенции к активному участию в политической жизни своей страны. Возможных последствий такого рода смены курса не предвидел даже сам тогдашний генсек. По существу, ему оставалось признать, что эксперимент последних семидесяти лет с модернизацией СССР через социализм потерпел неудачу. Ни на свободу, ни на материальное благополучие рассчитывать не приходилось. И теперь цена такого эксперимента выглядела совсем неподъемной. В скором времени политические дивиденды отступления в должность Горбачева стал получать Рональд Рейган. Новый тон советской политики начал проявляться на их двусторонних встречах. Возобновилось обсуждение вопроса сокращения вооружений, удалось достичь единства мнений относительно ряда других проблем. И это дело существенно облегчилось после того, как в 1989 году советское руководство приняло решение вывести войска из Афганистана. Во внутренней политике Америки, в условиях огромного и продолжающегося расти бюджетного дефицита, а также нездоровой экономики, что при большинстве президентов вызывало большой политический шум, все проблемы на протяжении многих лет фактически ушли на второй план из-за эйфории, возникшей в силу кажущихся преобразований на международной арене. Тревога и страх перед так называемой империей зла, как Рейган окрестил Советский Союз, по мнению многих американцев, начали потихоньку исчезать. Оптимизм и уверенность крепли по мере того, как в СССР возникли признаки растущего раскола и затруднений в реформировании внутренней жизни, тогда как американцам их правительство обещало чудеса в виде новых оборонительных инициатив в космосе. При том, что тысячи ученых назвали Рейгановский проект безнадежным, советское правительство не могло пойти на расходы, связанные с разработкой проекта альтернативного американскому. Американцы воспрянули духом еще и в 1986 году, когда их бомбардировщики поднялись с территории Англии для выполнения карательной акции против Ливии, неуравновешенный правитель которой поддерживал антиамериканских террористов. Важно, что власти Советского Союза по этому поводу выразили меньшую озабоченность, чем многие западные европейцы. Однако куда меньший успех ждал президента Рональда Рейгана, когда он попытался убедить своих соотечественников в том, что более надежное утверждение американских интересов к Центральной Америке на самом деле пойдет им на пользу. Но он остался удивительно популярным в США политиком. Только после его ухода в отставку до простых американцев стало доходить, что за 10 лет его правления пропасть между богатыми и бедными в их стране значительно увеличилась. В 1987 году плоды переговоров по контролю над вооружениями удалось оформить в виде соглашения по ядерным ракетам среднего радиуса действия. Несмотря на многочисленные потрясения и ослабление позиций с появлением новых очагов власти, ядерное равновесие сохранялось достаточно долго для первых инициатив по деэскалации напряженности между супердержавами. Их правители, по крайней мере, пусть даже не власти других стран, стремящиеся к обладанию ядерным оружием, если уж на то пошло, признали, что ядерная война в случае ее развязывания несла опасность фактического уничтожения человечества и начинали с этим что-то делать. В 1991 году настало время дальнейших драматических событий, когда американцы и советские представители согласовали радикальное сокращение существующих арсеналов. Такие огромные изменения в международных отношениях нельзя было провести без далеко идущих последствий для остальных стран. В конце 1980 года мало нашлось бы причин полагать, будто народам Восточной Европы и Советского Союза предстояло пережить невзгоды, идущие в сравнении разве что с испытаниями 1940-х годов. Зато уже всем стало ясно, что народам европейских коммунистических стран приходилось все труднее обеспечивать даже те скромные темпы роста народного хозяйства, которых они достигли. Сравнение с рыночной экономикой капиталистического мира становилось все больше не в их пользу, хотя оно казалось совсем не противоречащим вердиктом 1953-1956-1968 годов или советской власти в Восточной Европе. Панцирь, обеспечиваемый Варшавским договором, казался все еще способным консолидировать социальные и политические изменения, созревавшие тридцать с лишним лет, а то и больше, если кому-то хочется принять в расчет великие навязанные изменения Второй мировой войны и ее последствия. Коммунистическая Европа, на первый взгляд, выглядела поразительным монолитом. В каждой стране Восточного Блока была своя единственная правящая партия, карьеристы связывали с ней свою судьбу, наподобие того, как в старину корыстные люди тянулись ко дворам и покровителям, а также церкви. На Западе считали, что у каждой такой страны, и в первую очередь в самом СССР, существовало к тому уже невероятное и непостижимое прошлое, не поддающееся ни поминовению, ни порицанию, зато груз этого прошлого тяготел над интеллектуальной жизнью и политическим дискурсом, действуя на них разлагающе. В народном хозяйстве восточноевропейских стран сложилось такое положение, что капиталовложения в тяжелую промышленность и средства производства поначалу вызвали бурный рост, более энергичный в одних государствах, чем в других, а затем появилась международная система торговых соглашений между коммунистическими странами во главе с СССР с последующим приданием ей необходимой жесткости через централизованное планирование. Развитие промышленности стран социалистического Содружества было чревато ущербом окружающей среде и возникновением проблем в сфере народного здравоохранения, скрываемых под видом вопросов государственной безопасности. Все масштабнее и заметнее становилась также проблема обеспечения населения всемозможными потребительскими товарами. Считавшиеся обычными в Западной Европе, они все еще оставались большой роскошью в восточноевропейских странах, отрезанных в то время от преимуществ международной хозяйственной специализации. К середине 1950-х годов частную собственность на землю в Восточной Европе по большому счету отменили, заменив ее собственностью кооперативной и совхозной, хотя внутри такой во многом однородной системы со временем появились самые разнообразные варианты. В Польше, например, около четырех пятых сельхозугодий при советской власти в конечном счете возвратили в распоряжение частных владельцев. Производительность аграрного сектора в странах социалистического лагеря осталась низкой, однако урожаи сельскохозяйственных культур достигали от половины до трех четвертей урожая стран европейского сообщества. К 1980-м годам все эти государства с точки зрения экономики признали в разной степени несостоятельными, разве что за исключением одной только Восточной Германии. Но даже в ГДР размер ВВП на душу населения по итогам 1988 года оценивался на уровне всего лишь 9,3 тысячи долларов США по сравнению с 19,5 тысячи ФРГ, проявлялись и многочисленные иные проблемы, сокращались капиталовложения в основные фонды, уменьшалась их доля в мировой торговле, накапливалась задолженность в твердой валюте, в одной только Польше реальная заработная плата в 1980-х годах сократилась на 20%. Так называемой «доктриной Брежнева», сформулированной им в речи, произнесенной в Варшаве в 1968 году, предусматривалось, что определенные события в странах Восточного Блока могли потребовать, как это уже случилось в Чехословакии в том же году, прямого советского вмешательства с целью предохранения интересов СССР и его союзников от любых попыток повернуть социалистическое народное хозяйство на капиталистические рельсы. При этом Брежнев к тому же проявлял интерес к проведению политики разрядки напряженности между двумя политическими системами, и в своей доктрине он отобразил реализм по поводу возможных угроз международной стабильности из-за действий раскольников в странах социалистического лагеря. Такого рода угрозы можно было устранить путем обозначения ясных пределов. С тех пор внутренние изменения в Западной Европе, поступательно продвигавшиеся ко все большему процветанию и память в поздних сороковых годах, оставшихся в прошлом, послужили устранению некоторых оснований для напряженности между Востоком и Западом. К 1980 году, после революционных изменений в Испании и Португалии, к Западу от линии Триест-Шетцен не осталось ни одной диктатуры и повсеместно победила демократия. На протяжении 30 лет восстания промышленных рабочих против своих политических хозяев случились только в Восточной Германии, Венгрии, Польше и Чехословакии, то есть в странах социалистического содружества. После 1970 года, а еще активнее после заключения Хельсинского Соглашения 1975 года, с осознанием отличий в жизни по сравнению с Западной Европой в Восточном Блоке, появляются группы так называемых диссидентов, выживших и даже усиливших свои позиции в условиях репрессий на Востоке. Постепенно кое-кто из партийных работников или народно-хозяйственных специалистов и даже рядовых членов партии начали утрачивать веру в рациональность подробного централизованного планирования. Усилились дискуссии о преимуществах рыночных механизмов. Сам же ключ к коренным переменам, тем не менее, лежал совсем в другом месте. В условиях применения так называемой доктрины Брежнева, на страже которой стояла советская армия, не существовало ни малейших оснований рассчитывать на возможность несанкционированных из Москвы перемен в какой-либо из стран Варшавского договора. Первый явный знак назревания больших бед обнаружился в начале 1980-х годов в Польше. Польская нация в высокой степени сохранила свою общественную сплоченность за счет того, что следовало наставлениям духовных пастырей, а не указаниям политических правителей. Римско-католическая церковь пользовалась беспрекословным влиянием на чувства и умы подавляющего большинства поляков, как воплощение нации, и часто выступала от их имени. Причем тем более убедительно, когда на престол Ватикания взошел Папа Римский происхождением из поляков, что было горячо поддержано рабочими, выступавшими в 1970-х годах против экономической политики властей, относившейся к ним не по-божески. Церковь сыграла свою роль на фоне складывавшихся неблагоприятных экономических условий, послуживших причиной обострения внутренней обстановки в Польше к 1980-му году. Серия забастовок тогда стала кульминацией в упорной борьбе трудящихся к Даньской верфи. Именно там зародилась новая и спонтанно организованная Федерация профсоюзов под названием «Солидарность». Ее вожаки к экономическим целям забастовщиков добавили политические требования, в частности о предоставлении свободы и независимости профсоюзам, в предводители солидарности выдвинулся неугомонный, часто подвергавшийся арестам электромонтер и профсоюзный активист по имени Лех Валенса, ревностный католик, тесно связанный с польскими церковными иерархами. Ворота верфи украсили портретом Папы Римского, а на открытом пространстве судоверфи проходили мессы. Стащичное движение охватывало все новое предприятие, и в скором времени весь мир удивился, когда потрясенное польское правительство пошло на исторические уступки, но главное — признало солидарность с самостоятельным профсоюзом с самоуправлением. Символичным событием стало разрешение на регулярное обещание воскресной католической мессы по каналам радио. Но остановить массовые беспорядки властям никак не удавалось, и с приходом зимы мятежная атмосфера только накалилась. Послышались угрозы возможного вмешательства со стороны соседей Польши. Ходили слухи, будто на границе с ГДР и СССР ждали приказа наступлений сорок советских дивизий. Но, образно говоря, той ночью пес не пролаял. Подразделения советской армии не двинулись, так как Брежнев никаких распоряжений не отдал. Поостерегся и его преемник. Годы наступили очень уж лихие. Это был первый признак изменений в Москве, которым предстояло послужить предпосылкой тому, что происходило в Восточной Европе следующие десять лет. В 1981 году напряженность продолжала нарастать, экономическая ситуация ухудшилась, но Валенца старался предотвратить возможные провокации. Пять раз командующий вооруженными силами Варшавского договора посетил Варшаву. Последний его приезд радикалы нарушили запреты Валенцы и призвали польский народ к всеобщей забастовке, если правительство посмеет взять на себя чрезвычайные полномочия. Президенту Польши 13 декабря пришлось ввести в своей стране военное положение. Последовали сообщения о жестоких репрессиях и даже гибели сотен человек. Зато после решительных действий польских военных отпала потребность в вводе вооруженных сил Варшавского договора. Верхушка солидарности перешла на нелегальное положение, чтобы продолжить борьбу в течение еще семи лет, во время которых стало очевидно, что военное правительство справится с хозяйственными осложнениями и привлечь на свою сторону здоровую часть населения страны не в состоянии. Польское общество все настойчивее противилось коммунизму. Происходил моральный переворот в сознании польского народа. Как выразился один западный наблюдатель, поляки начали вести себя, как будто они жили в свободной стране. Усилиями подпольных организаций и публикаций, стачек и демонстраций, а также проклятий священнослужителей в адрес тогдашнего режима, поддерживалось ощущение незатихающей гражданской войны. Несмотря на то, что через несколько месяцев правительство аккуратно отменило военное положение, ему все еще приходилось прибегать к откровенным и скрытым репрессиям. Между тем, ситуация в народном хозяйстве Польши никак не выправлялась. Запад ни желания помочь, ни сочувствия не демонстрировал. К тому же после 1985 года в Москве начали сказываться последствия перемен. Кульминационный момент для Польши наступил в 1989 году, события которого активисты сравнивали с годом 1945. К примеру поляков последовали остальные народы Восточной Европы. Все началось с признания варшавским режимом права на участие в политическом процессе всех существующих политических партий и организаций, солидарности в том числе. В качестве первого шага к истинному политическому плюрализму в июне провели выборы с участием множества претендентов на власть. Солидарность добилась полнейшего успеха. Прошло совсем немного времени, и депутаты нового польского парламента осудили немецко-советский договор августа 1939 года, вторжение в Чехословакию в 1968 году и инициировали расследование политических убийств, совершенных с 1981 года. В августе 1989 года Валенса объявил о намерении солидарности поддержать коалиционное правительство Польши. Горбачев предложил тогдашнему польскому руководству принять это. К тому времени ряд советских воинских частей уже вывели с территории ПНР. В сентябре правительством Польши становится коалиция, большинство которой составляли представители солидарности, а возглавил ее первый с 1945 года премьер-министр, не коммунист. Вскоре Запад пообещал экономическую помощь. К Рождеству 1989 года Польская Народная Республика сошла со сцены и снова второй раз за текущее столетие из могилы восстала Историческая Республика Польша. Важнее всего оказалась роль Польши как авангарда движения Восточной Европы к свободе. Серьезность тех событий для себя очень скоро осознали руководители остальных стран социалистического содружества и не на шутку испугались. Пусть даже в различной степени, но вся Восточная Европа теперь подвергалась воздействию нового фактора, выросшего потока информации о некоммунистических странах, поступавшей прежде всего по каналам западного телевидения, надежнее всего принимавшихся на территории ГДР. Процесс критики тогдашних властей соцстран стимулировался свободой передвижения, доступом к иностранным книгам и газетам, и ни в одной только Польше. Несмотря на разрозненные смехотворные попытки продолжать контроль над информацией, в Румынии все еще требовалась регистрация в государственных органах всех пишущих машинок, изменение в сознании граждан уже шло полным ходом. То же самое происходило и в Москве. Горбачев пришел к власти на самой заре таких событий. Пять лет спустя никто уже не сомневался в том, что с приходом к власти в СССР Горбачева произошли революционные институциональные перемены, коммунистическая партия лишилась власти, которая перешла к оппозиционерам в основном республиках Союза. Они начали требовать большей или меньшей степени автономии. Еще до наступления конца создавалось впечатление, что Горбачев занимается подрывом своей собственной власти. Парадокс состоял еще и в том, что экономическая картина в СССР выглядела все хуже и тревожнее. Все прекрасно видели, что переход к рыночной экономике, будь то медленный или стремительный, принесет громадные тяготы многим советским гражданам, если не подавляющему большинству, чего никто заранее предусмотреть не смог. К 1989 году стало ясно, что советское народное хозяйство утратило контроль со стороны правительства и валится в пропасть. Как всегда в советской истории, модернизацию затеяли в центре, откуда она должна была распространяться на места через авторитарные структуры власти, но в сложившихся тогда условиях на такой порядок рассчитывать не приходилось в силу сопротивления номенклатуры и руководства административно-командной системы экономики, а затем, то есть в конце десятилетия, из-за откровенного и стремительного разложения центральной власти. К 1990 году остальному миру досталось намного больше информации об истинном положении дел в Советском Союзе и настроении его народов, ведь раньше о них за рубежом никто практически ничего не знал. Мало того, что теперь появилась возможность для откровенного выражения общественного мнения, свою роль сыграла гласность, когда появились первые результаты исследований настроений в обществе через запросы. Посыпались скорые и резкие осуждения, жесткая дискредитация КПСС и номенклатурных работников, пусть даже к 1990 году не столь далеко идущая, как была в ряде стран Варшавского договора. Гораздо удивительнее было то, что давно разгромленная и смирившаяся со своим незавидным положением православная церковь сохранила большое уважение и авторитет, каких ни осталось у остальных государственных атрибутов отжившего свое марксистско-ленинского режима. Так получалось, что хозяйственный провал нависал повсеместно наподобие грозовой тучи над любыми попытками либерализации политических процессов. К 1989 году советские граждане, а также иностранные наблюдатели заговорили о вызревавших условиях гражданской войны. С ослаблением железной хватки прошлого высвобождалась дремавшая до тех пор мощь националистических и местнических настроений, поощрявшихся к тому же экономическим крахом и безвластьем. Закончился период истории протяженностью 70 лет, когда воспитывался новый тип общественной единицы под названием «советский человек», и на территории СССР снова появились народности, отличавшиеся друг от друга точно так же, как прежде. Население ряда республик из 15 составлявших Советский Союз, прежде всего Латвии, Эстонии и Литвы, не заставило себя ждать и начало демонстрировать неудовлетворенность своей судьбой. Их руководство возглавило процесс политических изменений, власти Азербайджана и Армении затеяли междоусобицу, осложненную к тому же тенью исламского мятежа, нависшей над всем Союзом в целом. Положение усугубляли те, кто распускал слухи об опасности военного переворота. О военачальниках, недовольных провалом в Афганистане, стали говорить как о потенциальных бонапартистах. Признаки распада государства продолжали множиться, хотя Горбачев преуспел в том, что смог формально расширить собственные номинальные полномочия. Беда, однако, состояла в том, что ответственность за все провалы тоже ложилась лично на него. Вслед за провозглашением литовским парламентом отмены аннексии их республики 1939 года пришлось заниматься сложными переговорами с руководством Латвии и Эстонии, также потребовавшим выхода из состава СССР, но в несколько иных формулировках Горбачев не противодействовал этому, но добился соглашения с прибалтийскими республиками о продолжении ими оказания определенных практических услуг СССР, что оказалось для него началом конца политической карьеры. Период лавирования между группами реформаторов и консерваторов, когда Горбачев бросался то к одним из них, то к другим, пытаясь сохранить равновесие сил, закончился к концу 1990 года компромиссами, которые больше не работали. Участие солдат и сотрудников КГБ в репрессивных акциях в Вильнюсе и Риге в начале 1991 года не возымело желаемого действия, ведь к тому времени руководство девяти советских республик или объявили о собственном суверенитете или пользовались значительной степенью независимости в отношении союзного правительства. Кое-кто из них провозгласил официальными местные языки, а кто-то переподчинил себе союзное министерство и ведомство, руководство системообразующей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики РСФСР, собралось заняться экономикой самостоятельно, без оглядки на союзное правительство. Украина взялась за создание собственной армии. После мартовских выборов Горбачев снова попытался встать на путь реформ и поиска формата нового союзного соглашения, положениями которого он рассчитывал сохранить некоторую руководящую роль для советского государства. Мир взирал на это в смущении. Польский пример приобретал все больше подражателей в остальных странах социалистического содружества, по мере того, как они сознавали отсутствие властей СССР, раздираемого противоречиями и практически парализованного, способности на вмешательство в их внутренние дела ради сохранения власти своих ставленников в бюрократии из состава коммунистических партий. Паралич Москвы стал фактором, определившим их судьбу после 1986 года. Венгры двигались к экономической либерализации практически так же стремительно, как те же поляки, даже откровенно опережая в политических изменениях. Но самый существенный вклад в развал коммунистической Европы они внесли в августе 1989 года. Немцам из ГДР тогда разрешили свободно посещать Венгрию в качестве туристов, хотя целью этих туристов, как все прекрасно знали, было обращение по поводу предоставления политического убежища в посольстве и консульских представительствах Федеративной Республики Германии. Когда в сентябре венгры полностью открыли свои границы и в Чехословакии последовали их примеру, этот поток так называемых туристов превратился в половодье. За три дня 12 тысяч восточных немцев перебрались через эти страны на запад. Советские представители назвали такое поведение странным. Для ГДР такой исход родных граждан означал начало конца государства. Накануне тщательно подготовленного и всячески превозносимого празднования сорока лет так называемых достижений ГДР как социалистической страны и во время посещения Горбачевым, который к большому смятению руководства этой страны явно призывал восточных немцев воспользоваться выпавшим им шансом, сотрудникам полиции по охране общественного порядка пришлось утихомиривать участников антиправительственных демонстраций, вышедших на улицы Восточного Берлина. Руководителя правительства и правящей партии ГДР отправили в отставку, но народу этого оказалось мало. Ноябрь начался массовыми демонстрациями, прокатившимися по многим городам Восточной Германии. Манифестанты выступали против режима, разложение которого было очевидным. 9 ноября наступил черед крупного символического действия – разрушение Берлинской стены. Политбюро правящей социалистической единой партией Германии пошло на уступки, и эту стену снесли совсем. События в ГДР с наибольшей, чем где бы то ни было, наглядностью показали, что даже в самых передовых тогдашних коммунистических странах на протяжении многих лет вызрело массовое отчуждение народа от собственного режима. В 1989 году это отчуждение достигло максимальной остроты. Одномоментно все прозрели и увидели, что коммунистические правительства всей Восточной Европы выглядели незаконными в глазах своих подданных, которые либо поднялись на борьбу с ними, либо отвернулись от них, когда стоило бы выступить против их свержения. Правовое выражение такого отчуждения повсеместно воплощалось в требовании провести свободные выборы с участием оппозиционных партий, получивших право на проведение собственной предвыборной кампании. Поляки провели свои собственные, не совсем свободные выборы, когда некоторые места были все еще зарезервированы для сторонников существующего режима и продолжили заниматься подготовкой новой конституции. В 1990 году президентом страны стал Лех Валенса. На несколько месяцев раньше венгры сформировали парламент, депутаты которого назначили некоммунистическое правительство. Советские войска начали выводить с территории Венгрии. В июне 1990 года в Чехословакии прошли выборы, и опять к власти пришло свободное правительство, потребовавшее вывода советских войск. В Москве пообещали вывести войска к маю 1991 года. На всех этих выборах бывшим коммунистическим политикам доставалось не больше 16% голосов. Результаты выборов в Болгарии принесли гораздо меньше сюрпризов. В этой стране в соревновании победили перекрасившиеся в реформаторов члены коммунистической партии, назвавшиеся социалистами. Совсем по-другому развивались события в двух других странах социалистического содружества. Народ Румынии пережил жестокую революцию, закончившуюся убийством бывшего коммунистического диктатора. После массовых выступлений в декабре 1989 года, в ходе которых скрылась неопределенность по поводу движения вперед и внутренний раскол, послуживший предзнаменованием дальнейшей борьбы этой страны. К июню 1990 года правительство Румынии, по мнению многих наблюдателей, находилось под мощным влиянием бывших коммунистов, обрушившихся с гонениями на бывших своих сторонников, теперь превратившихся в критиков. Власти сокрушили студенческий протест при помощи летучих отрядов горняков, тоже понесших потери и заслуживших осуждение за границей. События в ГДР тоже приняли собственный, отличный от остальных стран социалистического содружества оборот. Особый случай в этой стране возник в связи с тем, что изменение общественно-политического строя неизбежно привязывалось к задаче объединения немецкого народа. С разрушением Берлинской стены все увидели не только отсутствие какой-либо политической воли для поддержки коммунизма, но желание сохранить ГДР как таковую. По итогам всеобщих выборов, состоявшихся там в марте 1990 года, большинство мест в парламенте и 48% голосов избирателей досталось коалиции во главе с христианской демократической партии, правящей Федеративной Республики Германии. Единство немецкого народа больше ни у кого не могло вызывать сомнения. Осталось уладить только процедуру и график объединения страны. В июле две Германии вступили в валютный, экономический и социальный союз. В октябре произошло их так называемое политическое объединение, когда бывшие земли ГДР вошли в состав ФРГ. Изменения выглядели грандиозными, но никакой серьезной тревоги никто открыто не проявил даже в Москве, а уступчивость Горбачева получила оценку как вторая великая заслуга перед немецкой нацией. Все-таки без тревоги в СССР обойтись не могли. Объединенной Германии предстояла роль величайшей европейской державы к западу от Советского Союза. Советская держава на тот момент находилась в таком глубоком упадке, каком ни разу не была с 1918 года. В награду Горбачев получил соглашение с Объединенной Германией, руководство которой пообещало материальную помощь в модернизации советского народного хозяйства. Тех, кто помнил трагедию 1939-1945 годов, успокаивали заверениями в том, что новое немецкое государство не станет возрождением преснопамятного рейха. На тот момент Германия лишилась исконных восточных прусских земель. Немцы официально от них отказались и не доминировала там, как во времена империи Отто фон Бисмарка и Веймарской республики. Более надежной гарантией миролюбия на будущее, тем более для западных европейцев, испытывавших наибольшее опасение по отношению к немцам, служило еще и то, что Германию обратили в федеративную республику соответствующей конституции, причем одаренную надежным экономическим ростом, а также без малого сорокалетним опытом проведения демократической политики, основанной на участии в структурах ЕС и НАТО. На таком фоне немцы пользовались презумпцией невиновности у злопамятных западных европейцев, по крайней мере на текущий момент. В конце 1990 года положение, когда-то казавшегося практически монолитным восточноевропейского блока, уже не поддавалось описанию или обобщению. По мере того, как руководство ряда стран бывшего социалистического содружества — Чехословакия, Польша, Венгрия — подали заявку на присоединение к ЕС или готовились к такому шагу, Болгария, западные наблюдатели уже вели разговоры о потенциале расширенного масштаба европейского объединения, не виданного до сих пор. Более умеренное суждение высказывали те, кто углядел появление нового или возрождение прежнего раскола по национальному и общинному признаку. От всей Восточной Европы сгущались грозовые тучи экономического провала и волнений его сопровождающих. Раскрепощение шло своим чередом, но касалось оно народов и их сообществ, радикально отличавшихся уровнем сложности и развития, а также отличного друг от друга исторического происхождения. Любое предсказание грешит отсутствием большого благоразумия, и скудоумие их авторов во всей красе обнаружилось в 1991 году. В том году, отрезвляя пинок достался оптимистам, рассчитывавшим на перспективу мирных перемен, когда руководители двух республик Югославии объявили о своем решении отделиться от федерации. Название государства сербов, хорватов и славянцев, появившееся в качестве преемника Сербии Черногории в 1918 году, уже в 1929 году поменяли на Югославию, чтобы как-то стереть из памяти причины прежних усобиц, сопровождавшихся учреждением августейшей диктатуры. Но это новое государство всегда рассматривалось слишком многими его подданными, как сербами, так и остальными народами, фактически в качестве воплощения в жизнь старинной исторической мечты о так называемой Великой Сербии. Когда второго короля Югославии Александра убили в 1934 году во Франции, покушение на его жизнь совершил некий македонец с помощью хорватов, пользовавшихся поддержкой венгерских и итальянских властей. Трагедия раскола страны очень скоро привлекла внимание внешних врагов, начавших деятельное вмешательство и дела, и местные политики бросились искать поддержки у иноземцев. Хорваты не стали тянуть с объявлением своей независимости и образованием собственного государства, когда немецкие войска в 1941 году вторглись на их земли. Наряду с демографическим и общинным разнообразием, согласно переписи населения, проведенной в Югославии в 1931 году, учету подверглись такие национальности, как сербо-хорваты, словенцы, немцы, венгры, румыны, валахи, албанцы, турки, прочие славяне, евреи, цыгане и итальянцы. Югославия к тому же отличалась большим многообразием обычаев, имущественного состояния и степенью экономического развития. В некоторых ее районах к 1950 году практически сохранилось Средневековье, тогда как остальные области выглядели современными урбанизированными территориями с мощной промышленностью. Если брать в целом, то получилось так, что в основном аграрные хозяйственные единицы подвергались обнищанию в силу стремительного прироста народонаселения. Как бы то ни было, но югославская политика между двумя мировыми войнами определялась по большому счету непримиримым антагонизмом между хорватами и сербами, усугубившимся после 1941 года военным злодеянием и борьбой в трехсторонней гражданской войне между хорватами, сербскими, в подавляющем большинстве коммунистами, во главе с хорватом Иосипом Бростито и сербскими монархистами. Тогдашняя борьба началась с кампании террора и этнических чисток, затеянной в отношении двух миллионов сербов, отколовшейся Хорватии, включавшей Боснию с герцеговиной. Все закончилось победой коммунистов в 1945 году и полным подавлением всевозможных националистов волей Тито, внедрившего федеральную структуру государства. Этот диктатор смог на период своего правления ликвидировать старинные боснийские и македонские проблемы, а также унять иноземцев с их территориальными притязаниями. Спустя 45 лет и через 10 лет после смерти Тито, однако, прежние проблемы внезапно проявились с нерастраченной жизненной энергией тех, кто снова их поднял. В 1990 году попытки югославского федерального правительства как-то справиться со своими экономическими бедами сопровождались ускорением политического дробления общества. Демократическое самоопределение в конечном счете свело на нет достижения Тито, так как югославы разных национальностей начали метаться в поисках путей заполнения политической пустоты, возникшей у них после отказа от коммунизма. Возникали партии, активисты которых пытались представлять интересы сербов, хорватов, македонцев и славянцев, а не отстаивать югославскую идею и идею самой федерации. Прошло совсем немного времени, и все республиканские правительства, за исключением Македонии, пользовались одобрением большинства своих избирателей, а право голоса в отдельных республиках получили новые партии национальных меньшинств. Хорватские сербы объявили о своей собственной автономии, а в сербском автономном крае Косово, четыре пятых жителей которого составляли албанцы, началось кровопролитие. Про возглашение независимой республики там сербы восприняли в качестве откровенного оскорбления. Это также вызвало беспокойство у греческого и болгарского правительства, чьи предшественники все еще рассчитывали на притворение в жизнь честолюбивых мечтаний македонцев, вынашиваемых со времен кровопролитных балканских войн. В августе между сербами и хорватами начались разрозненные вооруженные столкновения сухопутных войск при поддержке боевой авиации. Прецеденты для вмешательства извне даже внешне представлялись малообещающими. В странах ЕС высказывались самые разнообразные предположения, и перспективы внешнего вмешательства совсем утратили свою привлекательность, когда в июле из СССР поступило предупреждение об опасности выхода локального конфликта на международный уровень. К концу года руководители Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Словении практически хором объявили о такой же независимости, на которую претендовали тогдашние правители Хорватии. Упомянутое выше советское предупреждение стало последним дипломатическим демаршем режима. С ним в скором времени покончили участники гораздо более значительного исторического события. Участники заговора из числа высшего партийного руководства и КГБ 19 августа 1991 года предприняли попытку отстранения Михаила Горбачева от власти. Заговор провалился и три дня спустя он вернулся в свое кресло президента СССР. Однако его положение было уже совсем иным. Постоянными поисками компромисса он собственноручно уничтожил политическое доверие к себе. Он слишком долго цеплялся за партию и союз. Советская политика ушла от него далеко вперед, причем в глазах многих к развалу страны. Попытка заговора дала шанс укрепить свое положение Борису Ельцину, возглавлявшему РСФСР, и он им воспользовался. Армия, считавшаяся единственной мыслимой угрозой его единомышленникам, ему не помешала. Он оказался одновременно сильной личностью на советской сцене, без согласования с которой ничего нельзя было предпринять, и потенциальным знаменосцем русского шовинизма, пугавшего руководство остальных республик. Пока иностранные наблюдатели ломали голову над всем происходящим, преследование всех тех, кто поддержал заговорщиков или согласился с их действиями, переросло в решительную замену бюрократического аппарата Союза на всех уровнях с определением новых задач для КГБ и перераспределением полномочий между союзным центром и республиками. Самой поразительной переменой тогда стало прекращение деятельности коммунистической партии Советского Союза. По большому счету бескровно, по крайней мере в начале, громадное творение, выросшее из большевистского переворота 1917 года, уходило в небытие. Сначала могли возникнуть некоторые положительные основания для радости по этому поводу, хотя закрадывались большие сомнения относительно грядущих бед. К концу года ничего все равно так и не прояснилось. С принятием решения об отказе от регулирования цен в РСФСР в ближайшем будущем казалось вероятным не только раскручивание инфляции, невиданной самой зари советской власти, но к тому же наступление голода, неизвестного пока что миллионам советских граждан. Кстати, в Грузии уже наблюдались схватки между сторонниками президента, назначенного по итогам первых в этой республике свободных выборов и недовольной им оппозицией. Затмевающей все тем не менее была кончина гигантской супердержавы, появившейся в результате кровавых экспериментов большевистской революции на протяжении без малого семидесяти лет и почти до самого его конца Советский Союз оставался большой надеждой для революционеров во всем мире, а также источником военной мощи, которой принадлежали победы в самых крупных наземных кампаниях в истории человечества. Теперь она растворилась внезапно и беспомощно в наборе государств, ставших ее преемниками. Последнее из великих европейских многонациональных империй исчезла, когда предводители РСФСР, УССР и БССР 8 декабря 1991 года съехались в Минске и объявили о распуске Советского Союза и учреждении нового объединения в виде Содружества независимых государств. 21 декабря 1991 года в Алма-Ате состоялся съезд представителей 11 бывших республик СССР с целью утвердить это событие. Они договорились о том, что формальный конец Советского Союза приходится на последний день 1991 года. Место Горбачеву в новых политических структурах не досталось. Так наступил кульминационный момент одного из самых потрясающих и важных изменений в современной истории. Прогнозы на будущее никто строить не решился, хотя все видели наступление периода больших опасностей, трудностей, а для многих бывших советских граждан еще и совершенно незаслуженных скорбей. В остальных странах Европы политики испытали желание выразить нечто большее, чем предостережение по поводу поворота тогдашних событий. Впереди лежала эпоха больших неопределенностей. Что же касается бывших друзей СССР, то они хранили молчание. Кое-кто из них сожалел о развитии событий в начале марта 1992 года до такой степени, что выражали сочувствие и одобрение участникам неудавшегося августовского заковора против Горбачева. Правитель Ливии и руководство ООП поступили так потому, что любое возвращение к группировкам времен Холодной войны пробуждало у них надежды на восстановление возможности международного маневрирования, ограниченного сначала разрядкой политической напряженности между США и СССР, а позже нараставшей беспомощностью Москвы. За событиями в СССР с пристальным вниманием и особым интересом наблюдали в Китае. У его правителей имелись свои причины для беспокойства по поводу направлений развития событий на противоположной стороне самой протяженной сухопутной границы в мире после краха там коммунизма. С исчезновением Советского Союза китайцы располагали последней многонациональной империей. Кроме того, с 1978 года в Китае продолжался процесс осмотрительной и неторопливой модернизации, находящейся под неусыпным контролем властей. Главную роль в этом процессе сторонние наблюдатели отводили Дэн Сяопину, но он смог организовать коллегиальное руководство партии и, соответственно, своей страной. Достойное внимание он с соратниками уделял предприимчивости на местах и в общине, а также коростолюбивым побуждениям. Поощрялись коммерческие связи китайцев с некоммунистическими странами, при том, что новый курс КПК формулировался все еще на подходящем случае марксистском языке. В результате получилась реформа китайского народного хозяйства на фундаменте рыночных принципов, причем никаких признаков ослабления желания сохранить мощь режима не наблюдалось. Правители Китая уверенно держали свой народ под контролем и принимали необходимые меры, чтобы так было и в дальнейшем. Им помогла незыблемость старинных китайских традиций образа жизни, чувство облегчения у народа в связи с тем, что культурная революция осталась позади, преклонение, искреннее насколько оно могло быть перед революцией за ее благо, и политикой, вопреки тому марксизму, что исповедовался Москвой до 1990 года, согласно которой материальное вознаграждение земледельцу, должно поступить через существующую систему. Через нее наращивалась покупательная способность деревенского населения и достигалось согласие в сельской местности. Руководство КНР совершило крутой поворот, лишив былой власти сельские коммуны, которые во многих местах практически прекратили отвечать потребностям народа. И к 1985 году семейное хозяйство вернулось как доминирующая форма аграрного производства практически на всей территории Поднебесной. На месте промышленных коммун и бригад эпохи так называемого «большого скачка» появились деревенские промышленные и коммерческие предприятия. С середины 1980-х годов половина сельского дохода поступала от тружеников, занятых в промышленности. На территории КНР открыли несколько специальных экономических зон в виде анклавов, где иностранцы могли вкладывать капитал и извлекать выгоду за счет скромной стоимости китайской рабочей силы. И располагались они главным образом в районах, где иностранные концессии существовали еще до 1940-х годов. К концу десятилетия появились крупнейшие частные китайские компании, многие из которых выросли из когда-то коллективных предприятий в южных провинциях или из совместных с иностранцами предприятий. Активизировалось градостроительство, стремительно увеличивался объем экспорта. Впервые с 1930-х годов Китай снова играл важную роль в мировой экономике. Новая политика, однако, не обошлась без издержек. Рост городских рынков поощрял фермеров и давал им прибыль для самофинансирования. Но городские жители стали ощущать на себе трудности от роста цен. Десятилетие шло своим чередом, подкидывая китайским властям новые внутренние сложности. Внешний долг резко увеличился, а годовой уровень инфляции к концу десятилетия приближался к 30%. Нарастало возмущение из-за случаев открытой продажности кадровых работников, и к тому же стало широко известно о расколе в руководстве страны. Об этом народ узнал после смерти или отстранения от власти по болезни старцев, сохранявших контроль над КПК. Начали делать успехи те, кто свято верил в необходимость омоложения политического руководства, и по всем признакам они обхаживали Дэн Сяопина ради его благосклонности к себе. Все-таки западные наблюдатели и даже кое-кто из китайцев слишком увлеклись политикой экономической либерализации, потому что у них возникли несоответствовавшие действительности и чересчур оптимистичные представления о политических послаблениях. Иллюзии на этот счет подпитывались захватывающими дух переменами в Восточной Европе, но все иллюзии вполне предсказуемо разрушились. В начале 1989 года городские жители Китая почувствовали на себе одновременно бремя острой инфляции и мер программы жесткой экономии, введенных ради обуздания той же инфляции. Сложившаяся тогда ситуация послужила предпосылкой к новой волне требований выдвигавшихся студенческими активистами, вдохновляемые сочувствующими либерализацией представителями правящей олигархии, они потребовали у руководства Коммунистической партии и правительства открыть диалог с недавно сформированным неформальным студенческим союзом по поводу злоупотреблений и реформы. Появились плакаты, с которыми участники митингов начали призывать руководство страны к расширению так называемой демократии. Все эти действия вызвали в руководство режима большую тревогу, заставили его отказаться от признания Союза студентов, который на самом деле грозил стать предвестником возобновления движения Хун Вайбинов. С приближением 70-й годовщины движения 4 мая активисты студенческих манифестаций решили почтить ее преданием широкого патриотического звучания своей компании. Они не смогли заручиться значительной поддержкой в сельской местности, хотя во многих городах прошли демонстрации сочувствующих им работников сферы услуг, зато вдохновленные явным доброжелательным отношением к ним со стороны генерального секретаря ЦК КПК Джао Цзияна, они в Пекине начали массовую голодовку, получившую живой отклик со стороны простого народа. Голодовку объявили незадолго до приезда Горбачева в китайскую столицу с государственным визитом. Его появление там вместо очередного подтверждения укрепления международного положения КНР послужило всего лишь напоминанием народу о том, что происходило в СССР вследствие политики либерализации. И это напоминание сыграло двоякую роль, ободряющую потенциальных реформаторов и пугающую консерваторов. К тому времени высшее руководство страны, Льден Сяопин в их числе, были в тревоге. Перед ними маячил призрак крупных беспорядков. Они сочли, что Китай находится на пороге радикального перелома. Кое-кто страшился повторением бесчинств времен так называемой культурной революции, если события вдруг выйдут из-под контроля. Военное положение пришлось объявить уже 20 мая 1989 года. В какой-то момент появилось предчувствие, будто подвергшееся расколу правительства, не в состоянии проявить свою волю, но в скором времени военные подтвердили свою преданность режиму. При проведении репрессий две недели спустя рассчитывать на жалость не приходилось. Студенческие вожаки сосредоточили усилия на укреплении своего лагеря, развернутого на площади Тянянмэнь в Пекине, где за 40 лет до тех дней Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики. К студентам присоединились другие инакомыслящие. Со стены старинного запретного города Мао Цзэдун с огромного портрета взирал на символ участников протеста в виде фигуры богини демократии, нарочито внешне напоминавшей статую свободы в Нью-Йорке. 2 июня первые воинские части вошли в пригороды Пекина и продолжили свой путь к площади в центре города. По ходу дела пришлось подавлять сопротивление демонстрантов, вооруженных подручными средствами, и крушить их баррикады. 3 июня на них обрушился ружейно-пулеметный огонь, площадь заволокло следосочивым газом, и палаточный лагерь с его обитателями лег под гусеницы танков, проутюживших Тянь-Ан-Мэнь. Стрельба на улицах продолжалась в течение нескольких дней, затем наступила очередь массовых арестов, возможно, тысяч десять человек. Практически все эти события происходили перед глазами всего мира, благодаря присутствию там иностранных съемочных групп на протяжении всех дней, знакомивших телевизионных зрителей с жизнью в палаточном городке участников протестов. Осуждение действий китайских властей со стороны иностранцев выглядело практически единодушным, и ущерб авторитету КПК в самом Китае оценивался как весьма заметный, не в последнюю очередь потому, что после жестокого подавления манифестантов общество разделилось пополам. Джао Цзияна, выступившего против использования военной силы, поместили под домашний арест в Пекине. Под домашним арестом он так и умер в 2005 году, причем отдавать под суд его не стали. Понятно, что Дэн Сяопин со своей старой гвардией осознавали, с какой серьезной угрозой им удалось справиться. Вполне можно представить, что эти действия одобрили и поддержали далеко не все их сограждане китайцы. Беспорядки возникали, кое-где даже серьезные, в 80 с лишним городах, и армии пришлось подавлять сопротивление в нескольких рабочих районах Пекина. Все-таки массового подъема в поддержку участников протестов не случилось, и большую часть Китая никакие протесты не затронули. Позже события на площади Тянь-Ян-Мэнь воспринимались как свидетельство игнорирования китайским режимом прав человека. При этом нельзя сказать, что Китай получил бы ощутимую пользу, если бы дал зеленый свет студенческому движению. Азиатские народы положили больше жертв на алтарь банковского краха 1990-х годов, чем китайцы в результате волнений в 1989 году. Так как в КПК и правящей иерархии возникла некоторая неурядица, последовали энергичные попытки по восстановлению политической ортодоксии. Китайцы совершенно определенно не собирались повторять ошибок Восточной Европы или СССР. Но какой же путь они все-таки выбрали? Дэн Сяопин в скором времени дал всем понять, что экономическая либерализация должна продолжиться беспрепятственно и даже в масштабе большим, чем до 1989 года. Прошло совсем немного времени, и китайцам наравне с иностранцами оставалось только удивляться, насколько огромную роль играла коммунистическая партия в мощном развитии экономики страны. Кое в чем замечалось влияние Запада. При этом совсем не требовалось пристального внимания к тому, что происходило за воротами предприятий или в прокуренных начальственных кабинетах, чтобы разглядеть следы долгой истории Китая, а также вызовы и возможности, которые предлагала власть народу. Глава пятая. Открытие и закрытие. Задолго до краха СССР все уже понимали, что происходящее в Европе затронет очень многое в нашем мире, и мало что останется на прежнем месте. Немедленно после окончания Холодной войны, по всему континенту и за его пределами, с новой силой обострились старые проблемы самоосознания наций, а также появились новые вопросы. Думающие представители народа по-новому взглянули на себя и другие нации в свете того, что в скором времени оказалось кое для кого зарей возрождения. Ночные кошмары развеялись, но проступили и тревожные пейзажи. Пришло время снова задавать фундаментальные вопросы, вопросы, касающиеся национальных особенностей, этнической и религиозной принадлежности, и некоторые из этих вопросов зазвучали зловеще. Во всемирной истории опять складывались новые определяющие обстоятельства. Как-то, между прочим, с распуском организации Варшавского договора исчезла не только одна половина системы обеспечения спокойствия в Европе, но вторая ее половина в виде НАТО тоже подверглась изменению. Развал СССР, выступавшего мощным потенциальным противником, лишил НАТО не только смысла существования, но и его основной роли. Как французское блюдо под названием «Блан-Манже» в теплой комнате, НАТО начало оседать. Даже если, как считал кое-кто, все-таки случится возрождение России в ее естественном состоянии, и на Западе она снова станет угрозой, отсутствие повода для идеологического противостояния потребует от потенциального противника его все равно изобрести. Руководители государств бывшего социалистического содружества запросились в НАТО. В 1999 году членами его стали Польша, Венгрия и Чешская республика. Через пять лет к ним присовокупили Словению, Словакию, Болгарию, Румынию и Прибалтийские республики. В нарушении всех обещаний, данных президентом США Джорджем Бушем Михаилу Горбачеву в 1990 году, НАТО расползлось не только до границ Советского Союза, но и на его территорию. Этот Западный Союз превратился в инструмент для соединения практически всей Европы, без России, разумеется, с США. Однако предназначение его военной мощи по-прежнему оставалось абсолютно туманным, даже при том, что в середине 1990-х годов американская администрация стала воспринимать НАТО в качестве механизма воздействия на новые европейские проблемы, который откровенно применялся в бывшей Югославии и для использования за пределами европейской зоны. После Холодной войны судьбы народов Восточной и Юго-Восточной Европы казались впервые в XX веке полностью и со всей очевидностью переданными в их собственное распоряжение, подобно старым династическим империям или импровизациям немецких и итальянских диктаторов во Второй мировой войне, коммунистические подпорки в этих областях теперь рухнули. То, что вновь возникло из вроде бы надежно похороненного исторического прошлого, а также всплывшего в памяти или изобретенного сызного, подчас выглядело овескураживающим. Словаков не устраивало включение в составчика Словакии, но в самой Словакии проживал большой процент венгерского населения, точно так же, как в Румынии. Венгры теперь могли более открыто сетовать на недостойное обращение с ними и к северу, и к востоку от их границ. Главное состояло в том, что старые проблемы стремительно обострялись, перерастая в невиданное прежде насилие и кризис на территории бывшей Югославии. В 1991 году, когда правители всех бывших республик Югославской Федерации объявили о своей независимости, войны пошли между местными сербами и новыми властями Хорватии и Боснии с герцоговиной. Сербские меньшинства там получили поддержку со стороны правительства Белграде, возглавляемого воинственным сербским националистом Слободаном Милошевичем и остатками Югославской армии. Гражданская война в Боснии и Герцеговине сопровождалась жесточайшими злодеяниями против мирного населения, невиданными в Европе со времен Второй мировой войны. Ведь представители трех главных этнических групп — сербы, хорваты и мусульманские боснийцы — пытались взять под свой контроль максимальную территорию, часто по мере продвижения вытесняя другие группы населения. В Сребренице сербские войска в 1995 году уничтожили несколько тысяч мирных боснийцев, и они же держали в осаде боснийскую столицу город Сараево с 1992 по 1995 годы. Чиновники из Европейского Союза — так теперь называлось европейское сообщество — и администрации США от вмешательства в тогдашние события воздерживались, и только в силу военных поражений сербы согласились на подписание соглашения, заключенного в декабре 1995 года в Дейтоне, штат Огайо, США. Из спокойной территории совместного проживания самых разных этнических групп Босния и Герцеговина превратилась в страну, где зародилось понятие «этническая чистка», то есть «изгнание силой народов, названных врагами государства». Правители Хорватии воспользовались неблагоприятным для сербов поворотом военных событий на территории Югославских республик, чтобы захватить сербскую Украину и изгнать оттуда сербское большинство населения. Пережив одну катастрофу за другой и совсем не преуспев в деле так называемой защиты, Милошевич в 2000 году в конечном счете покинул свой пост после того, как его жесткая политика, в населенной албанским большинством области Косово, послужила поводом для вмешательства НАТО, выступившего против его войск. Так, опасавшееся повторения боснийских злодеяний, западные союзники, наконец-то пришли к соглашению на совместную военную операцию. Итак, в начале 1990-х годов миллионам восточных европейцев достались тяжелейшие проблемы и трудности жизни. Согласия между ними пока что не существовало, поскольку в этом регионе правили настроенные на модернизацию политические верхушки, они, действуя с пользой для народа или не совсем, обычно принадлежали к прежней коммунистической иерархии. В отсутствии достойной смены в странах бывшего социалистического содружества продолжали заниматься государственными делами профессионалы своего дела, управленцы и специалисты, сделавшие карьеру в так называемых коммунистических структурах. Еще одной проблемой была изменчивость настроений среди населения, теперь свободного в своем волеизъявлении, а народ преодолел айфаию, возникшую у него на этапе политической революции. Вместо нее пришла ностальгия по несомненной безопасности прежних времен. Народ начал искать новое основание для придания законности своему государству, и единственным достойным кандидатом для него зачастую видел национализм, на протяжении многих веков соблазнявший политиков прошлого. Сплыло былое стремление к племенному обособлению, и химерные примеры того, что якобы на самом деле происходило в прошлом, кое-какие древние конфронтации закончились весьма трагически в годы Второй мировой войны. Самым ужасным и величайшим примером считается Холокост, как была названа попытка нацистов по искоренению еврейского народа и завершению периода, когда Восточная Европа считалась центром мирового еврейства. В 1901 году там проживало три четверти евреев нашей планеты, и большинство из них на территории Российской империи. Теперь в тех местах, население которых когда-то общалось на Идише, проживает чуть больше трех процентов евреев. В наши дни почти половину евреев планеты следует искать в США и еще половину в Израиле. В Восточной Европе руководство коммунистических партий, активно эксплуатировавшее традиционный массовый антисемитизм, в том числе в Советском Союзе, поощряло отъезд евреев погромами и судебными преследованиями. В ряде стран все, что в 1945 году оставалось от еврейского населения как существенного демографического элемента, в этой связи теперь фактически исчезло. 200 тысяч польских евреев, выживших к 1945 году, в скором времени снова стали жертвами традиционных прогромов и притеснений. К 2010 году тех, кто не эмигрировал, оставалось всего лишь три тысячи человек, менее чем одна сотая процента населения. Сердце былого восточноевропейского еврейства остановилось. Невиданную до того непокорность начали проявлять национальное меньшинство ряда западноевропейских стран. Испанию терроризировали баскские сепаратисты, в Бельгии предъявляли друг другу претензии валоны и фламандцы. Самым поразительным случаем можно назвать обстановку в Северной Ирландии. Путь к политическому урегулированию там с 1990 года загородили противоречия между юнионистами и националистами. В 1998 году на помощь британским властям пришло ирландское правительство и совместными усилиями при всем их сопротивлении официальных предводителей Шинфейн и остерских юнионистов удалось убедить пойти на уступку в том, чтобы согласиться на проведение всеобщего ирландского референдума, предложенного ради невиданного расширения правовых гарантий для националистического меньшинства на Севере и исторической связи Севера с Соединенным Королевством. Так называемым соглашением Страстной Пятницы на самом деле подразумевалось коренное изменение в том, что в будущем должен был означать суверенитет короны, и мимоходом все пошло гораздо дальше, чем меры по передаче полномочий, которую британское правительство одновременно осуществляло в Шотландии и Уэльсе. Всем этим предполагалось предохранить данную провинцию от террористических проявлений, терзавших ее население на протяжении почти тридцати лет. С 1986 года на обложках паспортов, выдававшихся гражданам государств членам ЕС, появились слова «European Community» — «Европейское сообщество», а также название государства, где паспорт выдавался. На практике, однако, у данного сообщества нарастал ворох затруднений, при том, что чиновники центральных учреждений в виде Совета министров государств, членов Европейской комиссии и Верховного суда продолжали усердно трудиться, и их решения требовали утверждения местных правительств, в сфере политики, например, при обсуждении проблем рыболовства и транспорта возникали шумно обсуждавшиеся противоречия. Еще одним источником конфузов оказалось колебание курса валют и нормативных нестыковок, ставших особенно заметными после прекращения свободного обмена американского доллара, внедрения в 1971 году Бреттон-Вудской валютной системы и нефтяного кризиса. Все-таки в 1980-х годах появились убедительные доказательства вселяющих надежды экономических достижений. В 1970-х годах Соединенным Штатам вернулся статус главного получателя иностранных инвестиций, утраченный в 1914 году, и две трети привлеченного американцами тогда капитала поступила из Европы. К тому же Западной Европе принадлежала крупнейшая доля в мировой торговле. Появилось множество бедных аутсайдеров, загоревшихся желанием присоединиться к организации, соблазнявшей своим богатством. Грецию приняли в ЕС в 1981 году, а Испанию с Португалией в 1986 году. В том же году появилось соглашение о том, что дальнейший шаг предстоит предпринять в 1992 году и перейти от простого таможенного союза к единому интегрированному внутреннему рынку без границ. После трудных переговоров в декабре 1991 года положениями Мастрихского договора удалось узаконить принципы функционирования единого европейского рынка и принять график образования не позже 1999 года всеобъемлющего экономического и валютного союза. Наконец-то через национальные границы свободно, без предварительного согласования или каких-либо помех должны были двинуться капиталы, товары, услуги и граждане ЕС. Исключение и особые условия пришлось задезервировать для опасливых британцев. Преемник Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Джон Мейджор выступил в роли серой лошадки, но зато практически сразу же поставил свою страну в особое положение на переговорах Мастрихте, возглавив на них стан раскольников. Заключив такое соглашение, европейцы открыли себе путь к единой валюте и самостоятельному центральному банку, предназначенному для регулирования ее хождения. В Мастрихте, к тому же, появилось гражданство нового Европейского Союза, пришедшего на смену европейского сообщества, для жителей всех государств-членов, и им же устанавливалось обязательство для его участников по введению определенных общих стандартов в методах работы и размерах некоторых социальных пособий. Наконец, этим соглашением расширилась область, на которой политику ЕС следовало согласовывать большинством голосов. Все это выглядело как значительное укрепление централизованной власти, хотя ради придания данному подозрительному соглашению видимости приличия, к тому же пришлось заключить договор по принципу субсидиарности, то есть понятия привившегося в католическом социальном учении. Оно указывало на необходимость пределов компетентности Европейской комиссии в Брюсселе по вмешательству в детали управления на национальном уровне, что же касается соглашения по европейской обороне и политике безопасности, из-за событий в Боснии по нему возникли непримиримые разногласия. В нескольких странах из-за Маастригского соглашения возникли известные трудности. Датчане отвергли его на референдуме, проведенном в следующем же году. В ходе подобной его проверки на народную поддержку во Франции в его пользу высказалось совсем незначительное большинство избирателей. Британское правительство при всех выторгованных оговорках едва продавило его согласование в своем неуступчивом парламенте. Раскол правящей консервативной партии, возникший по этому поводу, стоил ей поражения на следующих выборах, когда от них отвернулся избиратель. Европейские избиратели все еще обычно оперировали категориями отстаивания или предательства традиционных местных и национальных интересов, и они-то их заботили больше в условиях экономического спада, наблюдавшегося в начале 1990-х годов. Но в конечном счете Маастриксское соглашение ратифицировали 15 государств ЕС. Споры продолжались в силу появившихся предположений по поводу посягательства на независимость членов ЕС со стороны Европейской комиссии, окопавшейся в Брюсселе, и сравнительной справедливости или ее отсутствия в следовании правилам Европейского Союза или злоупотреблении ими со стороны отдельных стран. В то время как Маастриксский процесс затеяли из-за потребностей, которые ощущали власти многих государств его участников, и в первую очередь Франция, ради более глубокой интеграции в Европу новой и мощной объединенной Германии, в скором времени он приобрел намного более широкое значение. С уходом в прошлое коммунизма из Восточной Европы появилась необходимость в образовании действительного Европейского Союза, как стали называть европейское сообщество после заключения Маастриксского соглашения. Но свидетельством мощи учреждений, созданных за полвека существования Объединенной Европы, считается то, что ЕС смогли одновременно ввести единую валюту с 2002 года Евро, вместе с образованием Центрального банка ЕС и углубленным сотрудничеством в сфере уголовного судопроизводства, внешней политики и военных вопросах. При этом шло стремительное продвижение в направлении согласования членства для центральноевропейских и восточноевропейских стран. В 1995 году к ЕС присоединились, сохранявшие нейтралитет в холодной войне Австрия, Финляндия и Швеция. Тогда как большой шаг в восточном направлении получился в 2004 году со вступлением в союз десяти стран, среди них Польша, Чешская республика, Словакия, Венгрия и, самое удивительное, бывшие прибалтийские советские республики Эстония, Латвия и Литва. Несмотря на затянувшееся разногласия по поводу Конституции, бюджета и планов относительно дальнейшего расширения, ЕС с его 461 миллионом человек населения совершал гигантские шаги к становлению в качестве всеевропейского союза, предусмотренного его основателями. Экономические условия тоже изменились. При всей своей важности общая сельскохозяйственная политика, ОСП, уже не означала того, что значило в 1960-х годах. В некоторых странах она превратилась из избирательного соблазна для большого количества мелких фермеров, систему субсидий для меньшего, но намного более богатого сословия земледельцев. Внутри Нового Союза реакция носителей национальных интересов выглядела совсем иначе, чем в 1960-х годах и даже позже. Теперь движущей силой и источником большей части финансовой поддержки Союза стала Германия. Своим величайшим триумфом канцлер Гельмут Коль, объединивший немецкое государство, подтвердил естественную позицию Германии в качестве ведущей державы Европы. Однако все это далось немцам большой ценой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова